поехали чего ждать там так для тех кто записи смотрит это пятая часть трансляции с чем xcom 2 пытаемся пройти игру с на уровне сложности последнем четвертом и с модом с парой модов on long war с клёвым жирным утоном и офицерами но вроде сейчас в этом трае моды не подцепились после апдейта игры посмотрим самое главное что еще в iron man то есть без сейвом проходим гуф значит гуф вот сейчас в экспериментальный как называется зоне испытаний я под буду делать протокол синий экран для для м патронов кажется или м гранат что-то в этом роде короче чтобы по технике можно было стрелять хорошо с бонусом что касается ситуации если вдруг там не смотрели прошлый часть посмотреть если в записи тем более прошлое вообще была дикая часть проект аватара наполовину был в начале прошлой трансляции дошел до конца мы готовились к операции погасили уничтожили объект адвента самый первый собственно который был поблизости очень хорошо к нему подготовились на мой взгляд все прошло гладко одно ранение получил это там уже кажется вернулся товарищ захвачен только 4 собственно региона 4 контакта из пяти сейчас вот это вот 4 я здесь ретранслятор только начал делать для того чтобы открыть более такой простой с точки зрения затрат по развед данным доступ к двум другим регионом самое главное что есть бонус абсолютное оружие теперь у пушек есть дополнительная ячейка для для обвеса всяких но не хватает как раз сейчас хороших обвесов поэтому одно одна из самых главных задач это не взрывать по возможности людей вообще то есть доводить их до нужной кондиции и расстреливать это конечно местами сложно потому что если ты говоришь о гранатах то ты знаешь какой урон они нанесут и что они точно попадут а вот если ты говоришь о выстрелах то там 80 процентов 90 93 вчера были промахи там конечно есть определенный риск но все равно это можно решить что касается исследований сейчас мы кажется вскрываем мутона для того чтобы гренки апнуть до вскрываем у то наш из ней мало ученых по хорошему бы ученого одного приобрести тем более что за бабло можно в базе одного ученого взять с инженерами все значительно лучше их пять человек они завершили строительство мастерской сделали станцию связи сопротивлением причем можем ее и увеличить и за запилить туда имжа вот по сути станции да помолчи ты тайгану хорош ты флудить вот он так бесит со своими сто раз уже слушали ничего дельного не говорит вот я отлично вот здесь мы занимаемся чем часть работы выполняют гремлины инженеры копают под мастерской нужно подумать что сделать скорее всего это будет пси лаборатория потому что там постоянно будет находиться тоже инж и учить 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 людей сень по почему но по зоне испытаний мы видели сделали несколько несколько гранат специальных там две огненные получились одна газовая один сделали экзокостюм по хорошему нужно еще один экзокостюм второму хэвику запилить и конечно же хочется еще черепной бур для того чтобы специалисты и у меня их двое повысили свой навык ну и мы продвинулись дальше по по прогрессу но направление сейчас очень много куда развиваться кстати что по бойцам там успел не не успел револьвера выйти сейчас мы пойдем без нашего замечательного снайпера снайпер это уже можно после следующего лава лапа переучивать на чисто винтовочного снайпера и валер то сейчас пистолет она стреливает но через точно через два лава лапа прямо точно нужно чтобы он на винтовку переключился сейчас миссия это рейд за материалами по содержимому эта миссия самая халявная и самая профитная потому что вы получается и материалы и разведданные к тому же у вас нет ограничения на количество времени в этой миссии и что немаловажно вы сразу маскировки оказываетесь зачем я вторую птичку а вторую птичку я взял потому что больше нечего было брать хотя сейчас уже пара патрон сделала было сделано дракон поджечь цель и отравленные патроны классным ну вот вместо вместо второго медпакета потому что бонуса нет у доп урон единичка единичка мне кажется что ядовито это покруче будут может они не только единичку урона наносит периодически но и урон при промахе еще есть навешиваем конечно ну и снижают мобильность врага так а у кого там еще мун какой мун слушать от реально кроме муна бриус есть гренадер не ну мунта вообще косой а гренадер хотя бы сможет хотя бы не не будет промахиваться понимаете но патроны я ему давать не буду хватит пусть две грянки будет можно вместо светошума титану дать тоже патрон потому что он часто стреляет и меткостью неплохая 83 плюс него кажется есть ну нет нет у него нет это у снайпера есть у снайпера есть уже патронного снайпер отдыхает опять же так и что в результате получается может тогда брюса дадим второй светошум готовить да вообще лучше аптечку забили тоже лучше 2 светошума то ждать просто кому слону скорее всего полезные грянки очень полезно сразу блочит способности врагов и снижают точности на 30 так кого мы будем качать кто у нас ближе всего к званию скорее всего браток все-таки до убита 25 они боберт убита 26 19 16 сейчас вот револьвер раненые 45 а титан 37 короче титана и михаила в первую очередь качаем готовы а ты знаешь что огненные патроны и гранаты самые лучшие они запрещают использовать скилл а атаковать мили как дезориентации ватс серьезно огненные запрещают прикольным можно кликать сразу на ячейку надо в оснащение захватить да хорошо не хватает конечно второго экзоскелета в первую очередь там же и армор и хп добавляются и рокет появляются маст хэв для хэвика тем более делается вы видели там пять дней тут так сейчас главное не расслабляться потому что это первая миссия она такая разогревочные и практика прошлых трансляций показывает что я очень часто именно в первых миссиях допускаю основные ошибки из-за которые потом всю оставшуюся трансляцию расплачиваюсь паузом 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 поехали если поджог прокатит да сможет только стрелять так после гранаты поджог сразу прокатывает я не видел что вон паузом не прокатывал так же как после отравления газовой гранатой Pan погас ак từ так маскировочка рассматриваем с ну ага ага мне скорее всего предлагаются идти наверх и лево да Хотя нет, справа очень много свободного места Короче На таких миссиях еще очень часто Вот именно возвышения такие есть Которые я часто использую И скорее всего будем Будем их и дальше проверять То есть часть людей я скорее всего заведу Наверх Отчасти оставлю на разведку На разведке будет естественно Михаил И скорее всего один из хэвиков Скорее всего браток Слушаем, слева шум Слева, слева, слева Причем змея кажется И солдат Михаил просто специалист По живности и ксчемовской Слышите? Реально Отгадал змею И отгадал шум Шажки вот такие вот Так, ну у нас план меняется Потому что по-хорошему надо Их встречать Хотя может быть и не меняется план Их можно и сверху поотстреливать Не факт Они могут сейчас развернуться И уйти назад Потом ищи их Ладно Тогда давай принимать Раз О, вот это хуже Еще один пак Такой недопак Потому что ну Как бы фигня Но Блин Они еще ближе Мне нужно прятать народ Чтоб по крайней мере Меня не спалили Прятать за кавры Брюс я пожалуй Вообще спрячу Потому что его реально могут Если не прямо на меня пойдут Они могут заметить Смотрим Как они будут действовать Да, ведь в мою сторону идут Но не совсем Может быть наверх заберутся Так Опа А эти еще ближе уже Так, ну и с кого мне начинать-то, а? Не хочу сюда подходить Потому что это фланг Возможный Такой Весьма вероятный фланг В принципе учитывая то, что Их реально мало Ну, 4 человека Как бы Это не очень серьезно Я, наверное У меня тут не все работают Вот Вот в чем трабл Мне все равно Надо наверх заходить Кем-то По крайней мере Вот Игорем Уткиным Или вот так продвинутся Да, скорее всего Вот так продвинутся Да вы что делаете Со мной, а? Капец Плотность высокая По пакам Очень высокая плотность Уже третий появился Так, ладно Тогда Что тогда? Тогда я не знаю Что Как тут быть? Думаю, надо Еще ход подождать И посмотреть Какой из них выйдет Поближе О, вот хорошо Если вот Хотя бы эти два Пока сгруппируются Это будет Значительно проще Главное Чтобы эти Не уходили Далеко Но они обычно Друг от дружки Отходят Да Ну, значит Сейчас посмотрим Где левый Но эти Прям ко мне идут Тут нельзя уже В следующий ход И я попал А эти как? А эти отошли Хорошо Я предлагаю Тогда вот этих Двух товарищей Трех товарищей Тоже как-то Наверх завести А здесь уже Разбираться С двумя паками Да Ой, вот Не хочу сейчас Проверять Уже был такой момент Что типа Ты подходишь Вроде как По клеткам верну А тебя фигак И замечают Хорошо Какие у нас опции? Какие-какие Опции Масса Вот этих Надо увезти только Слушайте А может еще Ход Этих Уберу Совсем Здесь Могут Обойти Теории Могут Ага Этих Вряд ли Обойдут Тут Так И Братка Нужно Тоже Возвращать На братка Тут места Нет Ну да Типа сюда Но нет Это слишком Рискованно Какие варианты? Какие варианты? Нет варианта Подходишь только Ближе Либо сюда Но Там тебя не спалят Не должны Ну и вроде бы Никак не должны Спалить Да В следующий ход На пол хода Ты зайдешь К ним Овервотч На всякий случай Если вдруг Они Обойдут Я хоть Постреляю Слеганса А эти Уползают Хорошо 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 Повторюсь Ограничений На количество Ходов Нет Поэтому Суетиться Торопиться Не стоит Вот Поверьте Поверьте Старому Бобру Лучше Подготовиться Подвести Готово Все Следующий ход Я ориентировочно Один из верхних паков Пули на себя Они уходят Да докину Докину Я гренку До них Не проблема Если что Подойду На пол хода И докину Господи Они реально Такие Мобильные Проверяю Не подошел Ли кто здесь Не подошел О Хорошее место Ну где они там О Сразу Четырех Видим Четырех Ага Докидываем Докидываем Ну все Тогда Начинаем Подводим Пацанов На пол хода Чтобы они С овервотчами Смогли Работать Есть косяк Был легкий Ну ничего Так Мне бы оставить Светошум Соответственно Но Светошум Овервотч 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 Ориентировочно Слон Со светошумом Будет Овервотчами И по Голографическая метка На пятерку Хорошо Семерка Семерка По змее Минус Минус Змея Минус Сектой У нас Пули Сейчас Ой Лут Е Хорошо Это мне Развязывает Руки В плане Есть еще там Овервотч Остались Судя по всему Нет Ой Я не докидываю Светошум Скорее всего Да Змеи тоже Не докидываю Класс Так А по кому Будет она стрелять Да по хэвику Будет стрелять Протокол помощи Тогда пилим На Брюса Охреново Что флешка Чувак С флешкой Был далеко Слева еще идут Да Брюса Ну тут маленькая Вероятность Что цепит Да ладно Да вы издеваетесь Попал по фулкаверу 35 И этот попал С какой-то Невероятной вероятностью Блин Капец Вот это Начало Давай Светошум Блин Надо Освобождать Брюса В первую очередь Нет Подожди Светошум Можно после Сделать Давай может Как-нибудь Нет Ну а в смысле Ты все равно Их за один ход Вряд ли убьешь Гранат то нет Пошла Светошумовая Граната Первая из двух И можно было Протоколом Атаки Взять Снять Но мне кажется Что Мне кажется Что да Давай Брюс Ставит Мет Ой Критует Еще А меточку Ставит Не он Кстати Язык Показывает Так Протоколом Точно Змею Убиваем Ну то есть Можем Это сделать Меня Беспокоит Больше Судьба Того Он Хоть И Вот Браток Должен Пострелять По нему Если Постреляет То Хочется При этом За кавером Остаться А вот Так Он Увидит Отлично Чего я Братка Не подставил Он же Должен Танковать В конце Концов Можно Его Подсопрессить Даже Чтоб Совсем Шансов Не Оставить Да Давайте Светошум Это Хорошо Минус 30 Но Сопресс Минус 50 Как бы Его Вообще Единичку Угоняет Змею Я добью Все таки Протоколом А этого Буду Пытаться Подходить Сначала И убивать Чего Нужно Подходить Подходить Поближе Это Два Хода Мне Одна Следующая Нужно Уже Брать Было Хорошо Если Это Было Пол Хода Протокол Нападения Не Работает Уже Капец Я Встрял Но Я Сомневался Что С той Позиции Я Увижу И В результате Да Я Не Увидел Это Уже Косяк Ну Я Могу Гренкой Добить Но Я Не Хотел Добивать Гренкой Ладно Титан Стреляет Попадает Молодец А Что Михаил Может Добить Но Оттого Нет Вот Если Пытаться То Пытаться Это Добить Дурочку Или Илюху Вообще Кидать Но Илюху Лучше Оставить На Более Давай Тогда Тратим Гранату Еще Одну Жалко Конечно Жалко На Одну Змею Тратить Гранату Но Раз уж Не справились Я Пожалуй Михаилом Золотом Скорее всего Пробегу Потому что А он Сгорел Прикольно Так Ну Ранение Даже Это Не Ранение Это Половинка Армора Снята Было И Все Опа Мэг Не стоит Расслабляться Блин Сейчас Лут Как собирать Непонятно Так Это Капец Конечно Нет Хода Мне на Перезарядку Нет Хода Самое Хреновое Что я Не могу Лут Взять Безопасно То есть Если я Подхожу То я Все А Это Это Укрытие Нет Не все Потеряно Ориентировочно Я тогда Буду Игорем Уткиным Сюда Фулл Кавер Лут Давай Родной Он Скорее всего Тоже Второй Светошум Кинет Что у нас Тут Давайте Боевые Модули Какие-нибудь Ядра Элери Ядра Чистый Изумруд Что по Светошумовой Накрывает Всех Но Самое главное Конечно Мэг Интересует Вероятность Вероятность Его Контроля И Соответственно Блокировки Сейчас Хотя бы Просто Оценим Ее В любом Случае Надо будет Отменить И И Ким Сначала Протокол Помощи Перед тем Как ломать О Неплохо Скорее всего Глушу Гарантия Успеха Прям Не хочу Рандомить 51% Отключим На два Хода Справимся С остальными И Дальше Уже Ой Потому что Судя по всему Мэг Тут самый опасный Будет На карте В принципе Так Что Еще Я Могу Сделать Вот Неплохие Ковры Надо Подвести Двух Хэвика Вот что Нужно Сделать В первую Очередь Вообще Их Даже Подвести Нормально Не могу Так Ладно Теюшка Идет Первый Потому что У нее Броня Есть И хп Прилично Также Она может Докинуть Хренас Два Она Докинет Только По одному Может Вообще Рывок Сделать На первый Ход А подождите Я же Рокетом Могу достать Скорее всего Браток Может Достать Рокетом Титально Ориентировочная Делать Протокол Помощи На Брюса Который Немножко Ранен Титану Еще Подлечиться Но Это В паузу Вот Его Как раз Чуть Чуть Пробили 4 Армора И Урона 5 Нанесли И Протокол Блокировки На Мэка Два Хода У меня Будет Чтобы Справиться С Обычным Солдатом И Бронированным Ну да Так бы я Не дотянул До 51% Видите Ну тут Монетка 51% Это Нельзя на него Полагаться На 100 Полагаться Можно Все Что Меньше 100 Это Уже Аркада Так Ну Тей Может Посопросить И Наверное Стоит Это Сделать Слон Что Слон Подойти Поближе Кинуть Протокол Да Наверное Так Сделаем Хотя Погодите Я же Братком Хотел Ракетой Попробовать Но Ракета По АОЕ Не достанет Просто Никак То есть Она Долетит Но Хотя Вот По Этим Двоим Вот Так Вот Хорошо Будет Тут Полу Кавер Там Кавер Да Давай Может Быть И Светошум Без Светошум И справимся С Два Армора Там Без Кавера Остался Чувак Тей Пока Откладывает Сапресс Слон Не Видит Никого Протокол Нападения Может Езнуть Мэка Практически Сразу Вырубает Скорее всего Протокол Нужно Щитоносцы Брать Потому что Игнорирует Армор А с Мэком Я и так Как бы Справлюсь Сейчас Ключевое Добить Вот этих Упырей Единственный Момент Я бы Хотел Еще Пострелять Подвожу Михаила Возможно Даже Из Инвизы Выйду Но Есть Маскировка Видит Он Кого Видит Он Не Того А56 Вероятность Не Очень Приятная Но К сожалению Кроме Этого Я Сделать Ничего Не Могу Давай Попробуем Его Убрать Если Просто Уберем То Я Светошум Не буду Езать Нет Не Получилось Просто Я бы Посопрейсил Так До Дальнего И И Все Чего Ты мой Телефон Берешь Евгению Скажи мне Какой Смс Ты не Бери Мой Телефон Без Спроса Положи Положи Телефон Евгения Серьезно Чего Это За Это Самый Давай Давай Вот Это Да Ребята Секундочку У нас Проблема Телефон Серьезно Подъеху Перес До Телефон Поехал вот это да пацаны тут только что как бы по беспределу хотели нас деловая колбаса так поехали светошум запросить смысла нет то и постреляем но вероятность как вы понимаете тоже как бы не очень хорошая тоже 51 но постреляем ладно бог с ним надеюсь они не натворят делов вроде не флангуют вроде дезориентация здесь оглушение правда это час до кавра наверное добежит о еще один пак блин вот вас ребят вообще не хватало а ну хотя этот флангуется а сектует не особо опасен ладно разберемся этот ступает что стреляет что ли молодец щит но его в первую очередь надо рубить конечно же так что со змеей то делать будем наверное михаил будет с дробовика это самое самое простое решение подходим просто и и с очень высокой вероятностью по ней не просто попадаем а просто критуем по ней 80 100 отлично крит будет убьем раз нет змеи застряла там немножко на секту это мы переживем дальше надо убить щитовика и желательно снять армор у мэка и как-то подэмиджить протокол на мэка тоже хорошо зайдет но в первую очередь конечно щитовика нужно забрать тут есть гренка 1 наверное я подойду вот так павлом кузнецовым закину гренку тут надо и камень убивать и и армор желательно мэка тоже снять потому что я одним протоколом его не убил не хочу ближе подходить если честно и не надо ближе подходить а он его не видит из-за елки е-мое ты-то дожили атаку видит ладно давай раз надо добить его 61 у него защита десятка плюс еще брюс неопытный хорошо кританули щит сейчас уберется соответственно полы в лапу брюс отличным как мы будем убивать мэка протокол нападения 1 протокол нападения 2 на самом деле а тейкой можно попробовать вот этого чувака фланга ну и столько надо рассчитать так чтобы ах тут ковры не будет стоит рисковать наверное болен можно правда еще один пол протокола блокировки и узнать вторым спецом вот этим давайте проверим какая у него вероятность на отключение майка просто мне бы а я не могу пока он выключен 89 они здесь надо вот так вот мочить его увы что с дальним делать не ясно да что что сопрессить михаил что-то глупости ты подходишь и сопрессишь просто ну ковров нет он далеко скотина отбежал так он все равно не попадет тебе да давай выйдем без ковра и будем сопрессить его а не хватает патронов есть халявная перезарядка свободная да вот поэтому хэвиком и нужно давать в первую очередь халявную перезарядку потому что сопресс тратит очень много патронов ладно мэка добиваем бах ну все дело за вот этим вот товарищем и за сектоидом из ориентации нет но есть сопресс есть лично он решил побежать и получил соответственно лой вал ап у той отлично так надо следить за теми кто получил левел ап ой сектоид какой же ты глупая там михаил получил level up я не получал тогда давайте я его лучшим того мне же нужно его и титана качать в первую очередь раз что это по факту получается 2223 да то есть в принципе уже большая часть противников уничтожено сейчас перезаряжаемся и наверное подлечимся еще стал лечит себя верно брюса не буду лечить у него не такое хотя у него есть своя аптечка поэтому пусть полечит так правильно же 22 до 2232 окей тогда 9 человек получается да у нас было уничтожено последнее приготовление перезарядки подходим ну рискну предположить что вот здесь оставшиеся товарищи находятся поэтому подходим раз танком нашим клевом никого не видим класс так еще ближе но они могут просто ходить то есть перемещаться поэтому лучше полхода овервотч это надежнее тупо ну меня смущает то что нет инфы из серии звуков даже может маскировочек включить так так будет быстрее я полагаю давай чего ты гост так я по крайней мере смогу двигаться он вижу кажись без того чтобы спулить о мутон что ли нифига себе тут сразу четыре человека ну первое утверждение что позиция я занял верну и как бы с нее пока уходить не стоит они сами могут выйти на меня и до идут я сейчас на овервотч могут наткнуться понеслась ребята давай я вижу что выцеливается хэвик бывают такие баги слоу моушен сразу 5 сектоида опачки здоровенный зеленый мутон оп побежал и ловят 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 сектоид первым давай титан давай давай не томи так хэвик так минус 11 кто это сразу же метка на мутоне еще сейчас овервотчем шикарно вот маскировка в этом плане конечно великолепно работает то есть ты пак видишь но они тебя не видят и учитывая что есть разница промах мало убил конечно но все равно лучше чем ничего сейчас чему и ход великолепно по-хорошему по-хорошему лучше вообще учитывая то что скорее всего последний пак не ломать вообще здесь ничего то есть моя задача убить мутона в один ход а с сектоидами мы как-нибудь там разберемся павел кузнецов поэтому стреляет по мутону дает меточку ему и мы концентрируем весь огонь на нем промах можно даже с фланга его обойти так бриус бриус стреляет тоже по мутону он фулл кавер просто хорошо попал так стреляют мутону 68 этот еще десяточка от от возвышения дается конечно можно было кинуть типа гренку убрать у него армор бла-бла-бла но нет но сейчас добьем скорее всего слон 76 у него пушка хорошая мутон готов о ну ладно давайте сразу одного сектоида убьем потому что там крит уже хороший и остается один сектоид а было их четыре несколько секунд назад давай сразу протокол атаки на него чтобы не скучно было хотя можно было просто на овервотч но хотя он с места особо не вряд ли бы двигался уходил сейчас скорее всего будет поднимать зомбаря или или пытаться какую-то психологическую атаку провести и пробежал о рядом с чем-то взрывоопасным сел зомбарь зомбаря xp ради час мы убьем отдельным вопрос только кем сначала ты а потом скорее все титан потому что титан должен получать экспу а михаилом я добью тогда зомби у брюс уже об 95 убьет скорее всего так ну и обходим сектоида там он никак не выживет если это последний пак то гг да все чисто отлично два ранения но одно не считается вообще потому что не пробило армор а второе на единичку там думаю что дней 5 и все и было два левелапа посмотрим у кого три хэвика так задумано нет один хэвик нас ну там два хэвика по по замыслу один на замену потому что револьвер ранен ну вообще я бы второго снайпера где-нибудь приобрел хотя легкое-легкое ранение все-таки возьму дырокол под следующего хэвиком и но это молодые да я не посмотрел сколько разведданных дали материалов дали много разведданных вообще чуть не дали а что по бойцам 256 дней то есть все таки засчиталось ранение даже несмотря на то что мимо огненный боеприпас когда поджигает вешай дебафка кстати что ты писал да сифм я понял я буду к ним внимательно относиться и так что у нас есть 100 сплавов и лири разведданных на подключение одного региона один регион там вышка мы строим скорее всего вернусь к этой самой вышке по исследованию вскрываем утона по инженой кстати сейчас можно в штабе приобрести одного ученого я думаю что это будет хороший баф с плавающим да давайте сейчас по исследованиям я очень сильно просаживаюсь и там два доктора меня ждут два доктора которые которых можно купить один инж 210 ешки матрешки на 20 процентов апнули тут ресурсы рядышком но мне надо подключать вот эти вот темы быстрее хотя ресурсы три дня эти быстро собираются давайте возьмем лететь недалеко и крутим экспериментальные боеприпасы сейчас делаются отравленные патроны окей и там дальше идет есть собрали теперь возвращаемся к строительству ретранслятора 6 дней но учитывая то что разведданных у меня мало регион нужно подключать как бы лучше здесь вышку поставить вскрытие мутона готово что-то со взрывчатки будет улучшенный гранатомет плазменной гранаты вот плазменная граната дальше граната чем базовый вариант зона поражения любого боеприпаса плазменная граната круто так а что я хотел оружие гаусса для снайпер для хэвика ох данная станция хорошая тема но она для страховки ее надо просто иметь в виду конечно данных пока не нужен кажется берсерк что-то хорошее даст вообще психотехнологии нужны все лабораторию как раз место под до пора психами заниматься тем более четыре дня психотехнологии о вернулись от ранений но и как раз очень вовремя смотрите новые цели дьявольский спаситель миссия сложная дадут ученого предотвратим события радиус обнаружения врагов ладно дальше экстремально сложно дадут рейнджера лейтенанта козу кота на к а лейтенанты четвертое звание предотвращать скрытое событие и 3 в сложно тут разведданный аватар на две ячейки и просто если не прощу сейчас аватар то сразу пойдет обратно отчет и и даже любое скрытое событие кроме штурма базы короче нужно брать и ради разведданных и ради аватара вот эту вот тему закажи гранаты да надо сейчас посмотреть смотреть смотреть что можно сделать произвести предметы улучшенный гранатомет скорее всего возьму ночью материалов мало сплавов хватает раз клинок у меня только у одного и стоит он дороже я лучше в школе офицеров сделаю об ой извините но больше я быстро ничего сделать не смогу партизаночки была пара интересных тактик для снайпера для двух спецов можно сделать здесь меткости возможность критического в ручих и при ответных а у них там как раз на веру очах они за но нельзя сейчас тратить деньги среди материал 211 сейчас сила бы нужно строить и как бы лучше нового ученого взять так а произвести я особо ничего не могу да илюха один есть два светошума две аптечки клинок дуговой тоже брать не буду там благодаря апом на оружие из дробовика выгоднее стрелять как бы и так но на эту миссию я беру револьвера убираем какого-нибудь хэвиком а вот он есть уже убрался причем револьвера нужно патроны засунуть наверное даже огненные возьму браз просто он очень часто попадает вот эти тана возьму огненные патроны заменю на отравленные револьверу учитывая то что на пистолетный такой снайпер дам как раз огненные плазму зоне испытаний приоритет поставь и там все равно щас доделывается уже вот-вот-вот-вот хотя нет в синий кран пять дней сейчас посмотрим зоне испытаний реально эти плазменная граната вот она 100 материалов да это клевая штука что прям точно успеть к следующему к следующей миссии курсе что углографический проект следующего патча пропадает использование укрытия конечно не только воспользование укрытия по нему в принципе попадает любой выстрел и до укрытия не действует еще дороже она стала так что да я в курсе это хорошо правильно сделали так интересно значительно играть когда ты понимаешь что илья тебя не спасет поехали так оставляем ты получается да 6 человек два спеца снайпер 2 хэвика а стоп у нас же есть обвеса на оружие наверное у кого-то все-таки должны быть свободные ячейки только в одного хэвика это у утки ну понимаете которому я зря сейчас обвес повесил очень зря ошибка грубая с богом гранатомет обновились но это на урон не сказывается вот на урон повлияет гранат а гранатомет до range и и а о е поехали миссия кажется сложной или там очень сложный какая-то была но не хочется прям сейчас запускать обратный отчет по аватару потому что мне нет доступа к я могу конечно быстро исследовать полететь на базу и погасить еще разок но зачем рисковать тем более развед данные это на мой взгляд самый такой классный ресурс него можно приобрести все что год или рис плавает деньги ученых и так просто их не получить черный рынок все-таки обменивает как надо а по 8 ходов и двигаться надо очень быстро и вижу на из-за этой штуки нет вообще очень неудачное начало темень полный не знаю почему так так вижу щит вижу мутоном быстрее бежать ребят на полный ход чем даже скорее всего как-то вот так побежим хотя меня справа могут обойти в таком случае лучше левее держаться я же не знаю кто там за поездом тусует пробую я отрезать этот пак от потенциально других паков стоп тут вышка что ли слева или там мирные стоят там вышка но вежда от мирных не то вышка который мы ищем так ну что мы начинаем квн я думаю сейчас прям что времени церемониться вообще нет может есть все таки вышки на взломы поблизости не видно так точно нужно начинать с гренки естественно вообще кислотная граната нужно ну и так сойдет при этом еще нужно типа подойти по возможности на пол ходика то есть мы подходим овервотчем чтоб времени терять хотя бы до этого уровня всеми миксера подвести сюда тоже ты кто же хотя бы так уй-юй-юй дрогнула рука так ты будет не на овервотчем пусть лучше с опрессом поддержит овервотч овервотч блин а почему я револьвера с этажом не дал он же добивающий у нас страхующий она поехали мирных будем бить р не стоит работаем я не люблю такие миссии где как бы 8 ходов и как бы тебе нужно какую-то хрень еще так кто-то из хэвиков у нас тэйка кажется у нас снимает броню кажется да вот он здоровенный хорошо отравление еще ох еще ох молодцы ребят а третий будет овервотч ну чё я сопрессу тогда его в любом случае и пробую револьвером его покоцать отравление есть а зажег 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 из винтовочки сейчас еще дябну разок уже даже добью 61 процент просто вряд ли окей давай типа способности он не может юзать точности у нее никакая горим овервотч или опа еще офицер и щит блин один full cover другой флангуется стреляет просто ну мало вероятно ну а как там хоть и полу укрытием с опресс хорошо а где бочка-то бочку кстати можно сейчас шибануть так а давай-ка начнем револьвером мне как-то нравится сейчас вариант с выстрелом из пистолета раз и способностью один на один по четырем который пройдет раз он отравится взрыв там на 4 того зада должна задеть и укрыть и снять до задела ох половина хп а где один на один так где по остальным то чё-то я не понял неужели должен был быть vision хотя бы поэтому непонятно обходить можно но опасно скорее всего светошум на верхних тут можно флангануть тут можно тоже флангануть но во первых если я подойду я могу спулить еще один пак что уйду в маскировку с фланга подставляешься так мы дальнего то добьем практически гарантированно добив добиваем его может сначала с этим разберемся но у этого мы протоколом просто пробиваем не проблема тебя еще двое на страховке остается иди давай уходим из маскировки михаилом главное не спулить пак спулили капец три мутона капец вот это жесть вот это уже пошло оформленная жесть светошум точно мутонов надо как-то сейчас так думай поздно блин ты думать начал да есть илюха слон есть но он светошум докуда докинешь вообще не докуда даже до двух не докидываем сана максимально подходить для того чтобы добиться результата а что по рокету хочу по рокету может зажечь их конечно тоже дальности не хватает блин я тоже только двух мутонов цепляю ой ладно допустим титан делает протокол защиты на ориентировочно самого уязвимого товарища добывает протоколом атаки этого товарища здесь мы проблема еще щитовика убить реально проблема у него армора дофига я крита ну михаилом но не факт что все хиты сниму следующий момент что у нас еще офицер с фланга капец я могу его конечно закинуть я не могу его грянку убить вообще никак у него 7 хитов и и при этом светошум не нужно тратить на мутонов я могу подсопрессить дальнего офицера ой-ёй-ёй-ёй-ёй ладно в любом случае нужно сначала фигарить этого товарищем так главный крит они михаил тут крит очень нужен крит есть но не пробили 8 армора 1 блин 1 единицы ах были 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 беда 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 чё делать спулил блин трех мутонов капец газовый урон такой же как у обычный там 3 4 4 5 3 4 3 4 5 урона у него 7 как бы даже не близко да кстати этот горит этот не горит не горит вот если превольвер нормально стрельнул по всем то было бы хорошо чё делать чё делать чё делать чё делать чё делать протокол защиты на кого на михаила точно а как ты светошум откуда ты светошум башки на тебе нужно подойти максимальный кин светошум а тут нет кавра блин под светошум а у нас еще ты может подойти и вы знаете должна подойти вопрос так куда может тейк игра вообще-то и может вытанковать в тупо по броне даже под офицера подставится самый главный мутонов нейтрализовать да давай подойдем так и газовый ориентировочно будем фигарить куда-то какая свободная перезарядка что-то несешь-то ёпы рассеты до газовую вот так вот например да чем газовую чем не осколочный поближе да потому что не знаю что ты двоих дальних не задеваешь банально этих задеваешь сапресс я еще хотел давай свободный перезаряд как раз сапресс это опция если мы дальнего не задеваем так а ты видит вообще дальнего подсопросить она может она может кого угодно подсопросить иди ты нафиг или не видит да видит три же раз два вот он окей а что теперь ну слон типа может дойти сюда кинуть на этих двух светошум если достанет таким образом чтобы ну скорее все достали потому что здесь даже проклевывается иногда местечко которое накрывает то 1 то 2 если мы угол срежем надежно конечно выйти но потом можно словить такую но я получается точно протокол вешаю на михаила да нет в том-то и дело что если ты решишь бежать светошумом в открытое поле чисто поле для того чтобы закрыть типа всех так ладно хорошо подумай точнее подумай посчитай раз два три сколько светошум вообще какой у него range от каждой стороны 6 клеток максимальная максимальный range если они находятся на одной линии если находится под углом блин 45 градусов то там где-то вырезается получается до 43 по диагонали да ну это три по диагонали то я под по трем не достану же светошумом точно никак то есть я подхожу так и выцеливаюсь по двум ближайшим надеюсь что хватит хватает точно точно кидаешь тогда помощь идет на михаила два мутона дезориентированы выведены из строя в плане гранат и порезана точность гранаты сейчас наиболее важны тут протокол помощи 1 потом протокол нападения на нижнего естественно потому что у меня же счет человек живой протокол нападения 4 2 вас и осталось 2 хэвика которые могут сопрессить чисто в теории я могу под сопрессить но я должен сопрессить дальнего мутона той и вот вопрос что делать с этими двумя то есть я сопрессу дальнего мутона раз и наверное я должен просто убить вот этого товарища как-то ну ракетой типа потому что ну а что чай сделаешь разойдусь чтобы под гранату было сложнее газовый снижает меткость мишин насколько она снижает газовым добиваем да офицер кстати реально может снять сопресс но он не должен стрелять потому что у него есть фланг он должен скорее всего стрелять по михаилу который под протоколом помощи вот он дезориентирован офицер ругается сейчас очень опасный момент вот он и двигаться мне не показывает как они двигаются стреляют по хэвику а метка от офицера по бронированному братку и стреляют он по михаилу были на как так то как не попадаешь то скотина блин 10 хитов 2 хита осталось ну все капец сапресс по михаилу тут стрельба по титану машина горит ваша миссия если вы возьмете за ее выполнение дабы данные психологического контроля это даст вам возможность исследовать все технологии позволит грабить воровать убивать вас удачи мистер ночью по скрипту контейнер взорвется через пятьдесят четыре тысячи триста двадцать один короче михаилу блин опять спасибо большое за саппорт меня пробил скрита причем этот молодец я должен скорее всего снимать газовые гранаты и вот этих вот мутонов двух или трех по возможностям трех я не задеваю нет газовые гранаты вряд ли то есть тут нужно еще укрытие сносить поэтому пойдет осколочная нет осколочную могу другим кинуть хэвиком нет другими не кинули только сжигательную кину нет надо все равно осколочным раз как-то мутону блин надо убивать час и люху сделаем еще обязательным так укрытие одно полностью убрали второе тоже убрали тут надо подходить ой блин еще офицер этот но офицер вообще как бы очень сильно мешает потому что на револьвер стреляет и снайперской да да дамаг вносить уже крит хорош и горит еще сколько там хитов может это горишь друг два хита есть мы кстати дальнего мутона флангуем блин у меня хочется этого а я вы не флангую даже так тут скорее всего тоже хэвиком хэвика нужно подставлять дальше и кидать гренку причем стоять так чтобы тебя офицер в случае чего не доставал огненная граната добьет уже двоих если мы его так вот стрелим например может имеет смысл по этим же двоим стрелять того то добить не сложно ну или сапресс опять же можно гарантированно нести 4 урона например дальнего мутона убить скорее всего мишу просто спасать тупо и откидываться и люхой чем спасать так чтобы а ты так не спасешь полное укрытие илью кидаю еще при этом времени нет илью не обязательно ставить под какой-то там кавер сделать так чтобы его видели не всем чем желательно чтобы видел левый мутон нет забей просто ставь его просто ставь его и так сойдет надо сейчас убить просто двоих одного протоколом разбегаясь при этом разбегаясь от гренки и не подходя ближе чем хэвики стоят это опасно можем еще кого-то спулить вроде так нормально будет протокол то все равно полетит чё тут убиваем одного мутона скорее всего стреляем по вот этому мутону 1 и стреляем поэтому то на 2 чем ночной братком стреляет по понятным причинам меточку все-таки 65 плохо все его не убиваю капец протокол вешаю на браткам и стреляя по мутону 97 илюха не выдержит 3 выстрел он после 2 должен гуфнуться ой хорош даже крит не спас отравление а муж там есть он сейчас должен гасануться от отравления взрыв машины иди ты к черту блин критовщик хренов есть мутон падает ну тогда илюха должен вытащить говорит илья как мажут я читал описание что не мажет ну и мутон побежал бедолага да илья ведь все равно как бы до безумия доводит врагов и он выжил все равно классный просто классный кого мне нужно качать ага майкера конечно титан нужно качать уже в такой ситуации но я иду вперед ну потому что времени мало ставлю метку револьвер револьвер пожалуй просто стреляет он не убьет но тем не менее ой револьвер что что делаешь то ну я же за тебя ручался ладно миксер будет лично мстить офицеру остальные перезаряжаются лечатся еще пак сверху господи у него уже три хода осталось ой там еще туреточка слушайте я могу не успеть может быть придется стенку снимать блин тут михаил еще надо лечить ой 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 так а если бежать полностью то то вот так да да здесь наверно до стенка снимать у меня есть еще гренки которые есть гренки револьвера есть гренк он далековато стоит то есть нужен специалист сюда вообще специалист нужен в первую очередь для того чтобы протокол блокировки запустить на туретку или протокол нападения просто ее снять сразу чтоб не париться вообще так или иначе я сначала бегу агрессивно на разведку пол хода пак пак или туретка туретка видим но это не все туретку было бы клево именно захватить потому что она может как раз выиграть время но я не смогу тогда короче я не смогу мишу подлечить тогда я и так не смогу мишу подлечить а сколько хп 8 да тогда протокол нападения просто делаем и все ну блокировка там вряд ли просто слон неопытный он не хочу я тратить даже если 60 процентов я не буду брать его под контроль а тут 40 вообще ее проще сейчас квадриком убить на револьвер подходит тоже на full туретку сняли михаила даже подводить не хочется а слушайте вот тут есть же хэвик но с гренкой если ювелирно снять стеночку ювелирно так чтобы не взорвалось просто пить как обходить долго могу ли я снять стенку а вот это я могу только стенка снять тоже сэкономит конечно энное количество времени давай главное груз не уничтожить сам по себе ну и где класс два хода капец так михаила маскировку тогда без него мы не справимся и нужна разведка я должен знать где паки находится пак оставшись это зря я сделал как я уж подумал что все так сначала михаилом проверяем ту сторону о вышка там на взлом еще да тебе как раз за два хода не хватало вышки на взлом опа блин так тут еще шесть человек я должен на фул бежать просто если хочу успеть я должен на фул бежать правда следующий ход меня в принимают просто и все но я тогда хоть миссии не фейлю как хочется ругаться часа вы вы бы знали слоя тена бронированным вроде не должен спулить да все подходят на full чтобы на следующий ход иметь возможность главное конечно специалист подводить может вот так вот еще скорее вот так все таки миша да я так смогу по крайней мере хэвиком блин такая аркада капец лучше что да иди ты нафиг со своим я тут парюсь играю а ты там ненавижу его так ну слон заходит в любом случае слон и так чтобы вы не заметили так чтобы он точно заметил но его не должны вроде увидеть ничего не умеешь сидишь там умничаешь блин так ломаем на последнем ходу еле-еле учитывая два живых пока капец это жесть чё там за бонусом доход региона и время сканирования с мстителя снижено на 15 на 50 процентов на 4 недели конечно надо пытаться давай 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 собака ты блин ешь тебя ты ж меня негативного эффекта нет ну хотелось счастье было так близко блин и тихо спокойно ничего нет а мой ход они охренели ли вы что что это было такое ребята вы не охренели в мой ход ходить что-что это было кто-то мне скажет что это было реакция на взлом походу какая к черту реакция на взлом мой ход что хочу то и делаю какого хрена вы вмешивайтесь в в мой ход реально просто ну окей реакция на взлом ну что после гранаты паки будут появляться еще или они будут стрелять после того как я одним бойцом схожу это какая-то хрень пошла вообще форменная хрень а михаил уже палится капец я влетел тут да не ладно тут у меня специалист блин под ударом стопал его уже не спалили случайно не не спалили тогда вы знаете мне по-хорошему сейчас хочу по-хорошему ты все уже ты спалился вас типа хорошим надо сейчас брать и стрелять в этого в этого упыря да да поехали и убивать ну потому что как бы это не можешь ход пропустить не можешь походить потому что они спуляться а так ты хотя бы мутона продемиджишь блин а вы а ой капец ой капец как я люблю эту игру так ну что задача какая задача архи сложная пистолетные да разберемся что тут главное добить мутона и убить вот этих вот упырей а с кем мэг был такой вопрос он был сектуидом это сектуид кажется из прошлого пока мы как конечно надо в первую очередь убивать а у меня нет есть протокол блокировки в общем-то да короче я подставляю братка вот так инфа соточка ребят подставляю той так подвожу специалиста под мэком что прям видеть мэка не вижу я мэка а так я вижу мэка и так не вижу мэка а вот это провал а я могу снайпера увести забраться наверх тогда увижу мэком так револьвер идет просто уничтожать чтобы видеть вообще всех но я не вижу точки с которым видеть всех четверых только троих а вот он что нигде а вот так видеть мутон да скорее вот так тогда револьвер поднимается у него там будет серия выстрелов это и руки молнии и один на один самое главное мэка вырубить поднимаюсь титану наверх о стоп а могу ли я взломать давайте посмотрим что ой там милишник еще а это значит что он михаил убьет просто и все смотрите смотрите отвлекающий маневр смотрите табилка давайте зацените пацаны как во сто процентов отряд получает обратно все потраченные на этом ходу очки действия да такая халява просто лакирок какой лакирок вы бы там наверное на эту вышку даже не проверили ее в середине блин битвы думали а как же мне майка там с это самое заблокировать на два хода а бобер прозорлив бра бобер не прост бобер проверит варианты и а хорош хорош так смотрите я хочу потратить очки действия сейчас для начала всеми кроме специалисты начинаем с конечно же конечно же с вот так вот это раз там еще один сектор где-то сзади был мне казалось отравление лажа какая так давай-ка зажигательную еще сюда да да чё это такая халява два хода это два сейчас револьвер еще под подрежет причем я бы револьвером по копеечку еще пострелял раз хорош руки молнии пожалуй это были руки молнии сейчас один на один следите за револьвером внимательно раз мимо два убил мутона три сектоида четыре по мэку а второго сектоида а он сектоида одного не видит хорошо ну все теперь надо возвращать очки надеюсь сработает ни разу не было такого г успех ну хоть их повторяем тут еще михаил вернулся а михаил полезет нет подожди подожди давай ты не будешь в аркаде играть ох тут еще протокол блокировки вода тут все что угодно делать можно только отравлено все к черту то подходи так дальше можно протоколом нападением мочкануть мэка для начала раз титан может пострелять по наверно по сектоиду о там лут по копеечку лучше постреляю вероятность не та но сектоида и так убьют и он не так опасен копеечек минус какая перезарядка что-то зачем тебе стреляет так раз игренкой ладно все равно лута нет изи а месяц на самом деле очень сложно чё тут было 6 паков по сути 6 паков 8 ходов давай убивай а где еще кто опа тут не все ведь еще так михаила спасаем овервотч овервотч а слева сектоид только сейчас проявился там за углом я помню что три сектоида блина учел сейчас зомбаря поднимет как он или под контроль будет брать дезориентация кейм я пожалуй порежу его только не так вот так вот так не добегая до него вот она что михалыч на яде так травиться не хочется вы бы знали а кто сверху то может вообще это давай 60 чего тут можно попадем попали там еще лутецкие два хода поэтому не стоит 80 готовы подлечи бобра смысла в этом нет это не уменьшает 14 человек два ранения причем одно ранение капец какой серьезный молодцы ребят это было круто не знаю как все бы закончилось бы ну то есть скорее всего копейщик бы просто мишу добил если попал и новый рекорд по количеству врагов убитых за ход потому что по-другому как бы тут не успеваешь тупо и так я в последний ход движ говорят а что там отвалился тыч беда лава лапов нет ну хотя ранение видите не тяжелый почему-то я не знаю почему так рестартанул я рестрим опа мобильность модифицированный повторитель еще один повторитель и прицел правда в два из них базовый но персональный боевой модуль хорошо и 3 а по куда-нибудь да мы их ставим конечно аватара отложили разведанные получили сколько жить тут два и десять дней ладно есть у нас на замену парочка хэйвиков так давайте не форсировать во первых пси исследуется три дня поставим все лаборатории в зоне испытаний плазменная граната и наверное я один экзоскелет еще сделаю для второго хэйвика экзокостюм окей и я возвращаюсь на строительство да ладно уже ответный удар в домашнем регионе у меня двое раненых ну я пойду так кому там нужна мобильность штурмовик о блин она пробежимся тогда по улучшением оружия вону можно поставить пятерочку меткость модифицированный повторитель хорош на десяточку револьверу хотя револьверу на револьверы не распространяется а так и Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. типа по времени но на самом деле оно будет мне нужно мирных спасать чтобы сканить безликих у специалистов специально был взят скан один броню с братка с ними не понял а у нас хэвик отвалился тоже получается так хэвик и штурм ну хэвик один на замену есть штурма нет но есть один никчемный снайпер джехо который мун капец арео рево в строю что-то эту плен а как он успел а кто отдыхает штурм а и гренадер точно и если рево в строю это хорошо рево молодец ладно поехали чё-то пить-то так давайте паузу минутку я скоро вернусь надо подумать вот мы просто разберем и полки алиэзии алиэзия алиэзияauf модели это не охраны они пыльные помощь и мы направим в нем чтобы алиэзия подошвали против и в Продолжение следует... 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 Вроде сможем. Вот эта точка. Вроде подсвечивается там. Что и тот, и другой. Да, Святошим попадает. То есть мы этих двух обезвреживаем одним человеком. Средотачиваемся на змее. Тут фулл кавр лучшим. Это раз. Там у ворот будет. Не убьем, надо кем-то помочь будет. Тем более, видите, без крита. Пять хитов. Возможно, Илюха. Скорее всего, сейчас руками будем добивать. Сектоид за фулл. Берсерка, да? Не такой опасный. Давай лучше вайпером. Там просто у него уклонение высокое. Понятно. И серию выстрелов делаем. Один на один. Раз. Два. Трис. Хорош. Теперь можем протоколом нападения змеюку добить. Есть еще один хэвик с опресс и прочее. И непонятно, кто выйдет отсюда. То есть, по-хорошему надо с флангов пацанов увезти. Что слона? Перед тем, как он будет... Вот его опасно выводить. Потому что уведешь, и он светошум может не докинуть. Но есть на страховку Брюс. О, там третий был. Я помню, там был третий. Может, его видно здесь? Это Мирный. Видно Мирного. О чем Мун? Мун может стрельнуть из пистоля. И кинуть Илью. Но Илью пока не надо. Так, давай-ка, все-таки. Боишься ты там третьего? Боюсь. Отойди. Проверь, достает ли светошум. Если достает, то все ок. А вот здесь было что-то. Да, вот оно. Достает. Хорошо. Еле-еле. Кидай тогда просто. Смотрим на дезориентацию. Да, по обоим. Зашла. Теперь можем действовать более свободно. Во-первых, тэккой я... Или пострелять по нижнему. Нет, змею-то надо убить. Змею-то обязан просто убить, Михаил. Грянкой может? Можно. Давай пистолет. А, у тебя нет еще обилок даже никаких. Так, ну тогда, если у змеи лут, то мы не алло. А кто гарантированно попадает? А что у тебя вообще по змее-то? У тебя только копейщик нормальный, 70%. Нет, я думаю, не надо рисковать. Надо просто муном гранаты и змею добивать. Так оставь, подожди. Постреляй сначала. Чего ты как не это самое? Убираем Брюсом с фланга. Светошум типа не нужен. Стреляем по змее, 76. Все, готово. Лута нет, но зато гранату, ну, не стали проверять. Тей, скорее всего, будет уже стрелять на будущее по тому же самому тону, потому что его как бы надо долго бить. Да-да-да. Кто остался-то у нас еще нехожен? И мун нехожен. По копейщику. Давай стреляй по копейщику, ладно. 70%. О, похож. О-о-о! Добивание сработало. Сразу видно, про геймер. Молодец. Ну, 10% как бы. Так, мутон, даже если добежит... Так, этот горит. А третий-то будет, в общем. Мутон, даже если добежит, он не ударит. У него обилки не действуют из-за дезориентации. Мне любопытно, там вроде третий был. Забирается, да? Кто-то точно идет. Рядом следующий пак. Обычный... Нет, это офицер. Первый мирный. Но то, что мы два пака спулили сразу, это мы спасли сразу, там, пару жизней мирным. Это очень хорошо. Да заткнись ты опять! Это так он бесит, а! Надо поставить мод, чтобы он замолчал просто. Так, еще один мутон, судя по всему. Или мэг. Мэг, кажись. Да, мэг. Все равно он быстро убивает. Но мэг не такой опасный. Мутон подходит, забирается, хорошо. Сектоид бежит. А! А, из-за того, что огненные патроны, Сектоид не смог действовать и начал стрелять. Капец! И я получил ранение из-за этого. Ё-моё. Да, это вообще грязь. Надо продвигаться и при этом еще атаковать. Тут Титан убивает Сектоида, ладно. Блин, ранение уже такое серьезное. С критом еще. Скотина. Двигаемся, отстреливаем, двигаемся, отстреливаем. Сто процентов пока стреляем. Ну, метку ставить, типа, необязательно, раз попадает пока. Отстреливаем. Отстреливаем. Пистолет-то магнитный. Урон... Как минимальный урон от винтовки наносит. А вот револьверу бы... Метку уже поставить. Поэтому я Брюса тоже подведу. И поставлю меточку. Вот он очень плотный. Может, kill stay дать, в общем. Учитывая то, что Рео там... Не, у меня же... Снайпер-то единственный. Или два выстрела из пистолета. Это надежнее будет. Может, даже одним отделаемся, да? Ой, блин. Близко. Ну, там офицер. Надо спасать эти ребятки. И надо, наверное, сейчас кончик кинуть. Надо вот этот пак пулить сразу же. Надо пулить его. Как же он бесит. Ну, хорошо, хоть этот ход... Только один. Так, давайте я подойду и сделаю скан. Перед... Перед последним паком. Давай. Мне мирно еще интересует. Протокол сканирования раз. Протокол сканирования два. Три. Во! Безликова одного обнаружили. Уже ж хорошо. Вот так вот. Сейчас он к нам побежит. И вот думай сейчас. Стоит ли ход подходить полностью? Или не стоит? Потому что безлики вроде как не такой страшный. И он еще... А, вон пак! Вон пак стоит! Но мы не докинем до них сейчас, да? На этот ход. Да куда там? Ну, тогда точно не будем подходить. Лучше оверы. Ну, пошли оверы. Есть. Идеальная ситуация. То есть и пак спулили, и овервотч оставили. Слушайте, это протокол сканирования же помог. Вообще-то. Так бы я его не увидел никак. Этот пак. Они видите как выделены красным? Как будто я их не вижу. Или это баг просто такой? Короче, все попромахивались там. Только одно попадание чисто случайно было. Ну вот сейчас шестерочку хорошо внес. О, еще один. А, револьвер ответное действие что ли какой-то? Ой, хорош! Убили уже одного. И безлики подходят. Он не успеет, да, не успеет. Он на рывке. Так. Так. Туда заряжать АУЕ нужно сразу же. Хотя там всего двое осталось. Может быть стоит гасануть. Машина уже взорвалась, да? Там фулкауры меня смущают, понимаете. Я вряд ли их мочкану. Вряд ли мочкану. Протокольщикам можно щитовика убить. Не, вообще лучше светошум, ребят. Просто брать и кидать наверх светошум. Убивать безликово. И смотреть уже по тому... Так, подожди. Давай мы не будем пока кидать светошум. Мы знаем, что мы его можем кинуть. Но зачем это делать прямо сейчас? По... Нижнему... По нижнему... Выгоднее стрелять два раза из пистолета уже, когда такая хрень. Больше урона наносится. Давай раз. Не буду заморачиваться с прокачкой там, кого бы то ни было. Наверное. Хотя если поджог безликово, получается он тоже не может обилками пользоваться. У него обилка в мели. Может быть, стоит проверить, да? Когда у тебя куча народа. И да, давай проверим, почему нет. Это же так классно. Не стоит, конечно же, проверять. Так, давайте этого из пистолета. И добьем револьвером его. Добро. У нас никто светошумовую не может кинуть, кроме хэвиком. Уже нет. Тейка может гранатой накрыть. Ну так, армор снять. Скорее всего, это правильное действие тоже. Главное, мирных там не зацепить никак. Работаем. Просто того пробивать сложно. А не, машина взрывается. Сейчас еще урон пройдет. Давай-ка. О-о-о-о! Пошла жара. Протокол нападения. Одного гарантированно убиваем, второго... А, тут укрытия, в принципе, нет. Ребята, вот и светошумовая не пригодилась, да ведь? У меня три человека еще. Добиваем раз. Лава лапчик у слона. Пробуем пробить два. Если не получается, то сапрессим просто и он. Вообще идеально. Молодцы, ребята. Классно. И безликого взяли. И еще повышение. Спасибо, спасибо. Перезарядочка. Остается как минимум один пак, но там Мэг. Сейчас нам двигаться тоже вперед. Активно. Что, взрыв еще один какой-то? Не понял. Ой, далеко пак. Да, Мэг, Мэг, Мэг. Мэг слева. О, неудачник какой-то, а? Хорошо идет игра. Если бы это не это ранение дикое. Так, Титан пустой. Подходим. Запас по мирным. Хороший. Еще четыре человека можно в расход пускать. Переходим в позицию. Так, а где они были? Вот здесь вот он стоял. То есть уже как бы отсюда я его могу увидеть. Да и пофиг. Отлично. Что, не увидел на самом деле? Подхожу всеми на фул. Перезарядиться бы, конечно, хотя бы частично. У Тейпор свободная перезарядка, поэтому она... Да, вот. Со второй попытки убил мирного скотином. Так, выше, за стенкой, значит, она. Ну и, судя по всему, это последний из пака. Я пробую его увидеть. Да, увидел. Ой, тут друг... Ёппересе ты! Велишный мутон и два обычных мутона. Так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Хорошо, что я Мэка сейчас не спулил, но... Так. Светошумовая, да. Гремку сверху навесить, да. Подходить поближе, возможно, да. Но, скорее всего, надо револьвера подводить. Руки молнии вперёд. Он отсюда видит всех? Ни хрена он не видит. Отсюда? Отсюда тоже не видит. Откуда видишь, Ревыч? Отсюда. Ну, отсюда я могу... Ну, отлично. Отсюда это тебя с фланга просто простреливают. Погоди. Хэвика сначала подведём второго. Под фулкавр. Хотя и меня там хэвика флангуют сразу же. То есть со старта уже. Газовые гранаты накрываю вообще всё. Пауе. Но мне нужно армор снимать. Хотя ладно, давай газовую сначала кидаем. Тут слишком выгодно их юзать. Вот это далеко не Мэг, который там бегал мирных, убивал. Это вообще другая история. Гораздо более серьёзная. Серьёзная. Да, у револьвера, конечно... Да ладно, просто подходи и стреляй как можешь. Пусть по двоим. Мы там не снимем никакой армор. Ещё можно Илюху поставить. И, наверное, не стоит сейчас экономить. На нём. Потому что здесь я как бы должен светошум кидать. Да, и светошум и Илюху. Давай. Не будем рисковать. И так как бы ранение есть. И Мэг может подойти в любой момент. Лучше тратить подобного рода вещам. Выстрел из пистолета можно сделать. По бронированному тону. И поставить Илью. Хорошо. А, ну да, конечно. Поставил, блин, Илью. У тебя ж обилок нет. Ты же снайпер ни о чём. Так, Ильи не будет. Это значительно хуже. Капец. Так, срочно протокол защиты на нашего хэвика. Блин, такой фейл. Дамутон милишный не столь опасен. Напасть мне вот эти вот брусуки. Но попасть по ним сложновато. Поэтому стреляю по мутону. Ну и... А, он видит третьего. Оказывается. Давай, раз. Два. И три. Практически по всем попал. Так, там же огонь-огонь. То есть, только левого надо как-то нейтрализовать. Ну а как ты его уже здесь нейтрализ... Ну как? Ну не совсем. Этого-то мутона вообще трогать не стоит. Чё можно сделать, кроме как просто пострелять? А, у нас ещё один не ходил. Слон стреляет, естественно, по тому, по кому может. По мутону. Но повторюсь, мутон, это не такая большая проблема. Он ничего такого не делает. Слушайте, а если я протокол сделаю, там же на нём и горение, и яд. То есть, он может получить урон не единичку, а два. Давайте проверим. Так, вот, за его запротоколируем. То есть, газ от гранаты, и поэтому точно попадал ещё револьеры с патронами огненными. Ну я не знаю, горит он, не горит. Так, отравление, раз. Дезориентация действует. А, видимо, там вообще хреново. Так, отравление. Вот о нём горение точно есть. Будет горение ещё, единичек? Нету. Отравление. Жалко. Я надеялся. А, нет, дезориентация, огонь есть. Огонь действует. То есть, оно стакается ещё. Но, кажется, тот мутон... Да. Ха-ха! Хорош! Лут! А там яд! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Кто пойдёт в яд? Или Мэка просто быстро убить? Вообще, слушайте, патроны-то решают. Овервотч. Окей. Я понял тебя. Классно. Классно, классно, классно. 99,67. Нет, давай протоколом снимем. Или грянкой вообще. Да, давай, грянкой, не жалей. Лута-то уже не будет. Как бы пофиг. Если человек с аптечкой, то он может бегать по яду. Класс! А кого я там должен качать? Раниного револьвера? Кстати, да. Убивай тогда ревоч. Хорош. Сейчас мы так, допустим, поближе человека с аптечкой. Это Купцов. Ну, с расчётом на следующий ход, конечно же. У него ещё левелап, кстати. Ему точно стрелять. Блин! Так, вот сейчас Илюха. Вспоминаем про Илюху. Ставим Илюху. Попробуем заблокировать. Ну, Брюс тут просто убивает. Или он грянкой, кстати, достаёт. А, тут у меня осталось только двое. Да ладно, нормально. Давай тогда... Слоном нельзя убивать. Потому что у него уже был левелап. Поэтому я стрельну Брюсом. Тем более он может не попасть в 89. Попал. Хорош. А слоном попробую заблокировать. Да Илья должен два выстрела пережить. Причём я пойду слоном. Прям вот, прям пойду слоном. Протокол блокировки. Поехали. Ну, я блочу. Я не буду там пытаться захватить. Нафиг надо. То есть, это последний пак. 78. Жизнь промелькнула перед глазами. Готово. Сейчас будет стрелять только щитовик. Это очень хорошо. Я тогда и золотом успею этих упырей. Они точно не нанесут ничего серьёзного. Потому что будет стрелять по иллюзии только один. Оглушён. А это может даже вперёд рванёт. Это, кстати, минус. Ну, хотя не сильно рванул. Машина всё равно взорвётся. Чё ты делаешь? Всё правильно. Всё правильно. Так, лут, один ход. Беру. Первым делом. Потому что вдруг там ещё один пак. Шестой. Я же не знаю, сколько. Иммунитет. Что там? О, модифицированная настройка спуска и пара ядер. Не сверх круто, но оно того стоило. Так, ну здесь я заряжаю... Я не вижу, кстати, где находится второй. Потому что Илья ушёл. Но я знаю, где он находится. Я помню, где он находится. Поэтому просто взрываем с пары гренок машину. Снимаем армор. Расстреливаем. Стараемся добить пацанов теми, кто... А взрыв-то будет? Уже есть взрыв. Или она горит только? Нет, пока просто горит. Протокол нападения, скорее всего. Правда, слон тогда убьёт. А нам киллс слону не нужен. Откуда я буду видеть там? Я думаю, что не стоит сейчас выпендриваться. Надо вставать. За кавер. Светить второго. Смотреть, сколько у него хп. Этого протоколом добивать. Он плотный ещё какой. Да, и его, например, отстреливать... Поехали. Так, ты его флангуешь, в общем? Хрен из-2. Да, проблема с копейщиком. Так что давайте не будем выпендриваться. Выключаем мэка. В смысле, убиваем мэка. Тэй, я бы посопресил. Или машинку просто взорвать. Ой, там как раз... Да, давайте муду прокачаем. Там не добил. Там я неправильно посчитал количество хитов. А вот сейчас нормально. Всё, мэк добит. Взорвалась машина. И там остаётся буквально... Какое-то нелепое количество хп. Которое может, я думаю, револьверный... Револьвер заревольверить. Вероятность 55. Хреново у тебя с вероятностью. Тогда зажигательная граната не достаёт ещё. Ой, класс, в общем. Вообще приплыли, называется. Блин, что-то неправильное дело. Нельзя револьвера подставлять. 55% это невероятность. Это недоразумение. Тейка стреляет на овере. Ну, там меткость так себе, но может попасть. Молодец. Отлично. Пацаны, справились. Да, есть ранение, но учитывая сложность миссии, то, что здесь у нас не было... А, безликий. То, что у нас не было двух офицеров... Получилось очень-очень даже неплохо. Не было штурмовика и не было нормального тяжа. Молодцы. Просто молодцы. Я вами горжусь. Слышишь? О, сейчас ударит ведь ещё. Не-не-не, давай, Дэвид Блэй, не надо. Всё, не ударят. И главное, мирных ещё спасли. И лут подобрали. То есть тут вообще всё... Стреляем сначала Игорем Уткиным. Ставим метку. Добавляем теми, кто апнулся до мага. Апнулся у нас только слон, получается. Хорошо, слоном тогда. Он всё равно не убьёт его. И добиваем любым из тех, кого нам нужно качать. По приоритетам. Ну, я думаю, что это револьвер всё-таки. Он дальше всех из присутствующих. Добро. Ну, или титаном можно было. Не принципиально, они на одном звании. Классно. Молодцы. Справились. Спасли свой регион от террора. Один ранен всего, не двое. 14 человек убили. И главное, сразу, сразу спулили два пака. Туда флешка. Туда. Там с тыла критует. Процент попадания с 94,4. Классно. Классно. Левольвер уже апнулся ещё в начале. Понял. Надо тогда револьвера идти, наверное, переучивать. Но, наверное, его переучивать надо к винтовке. А то как-то не солидно с 4,6 вообще работать. Два лава лапа. Титан. О-о-о-о. Страш или всегда на чеку? Если вы потратите все действия перемещения, в конце автоматически вот всегда на чеку надо брать. А Страш каждый успешный в режиме даёт вероятность 50, что будет произведён дополнительный. Это типа стабильная штука. Это надо ставить на овервотч. И ещё меткость будет снижаться. Короче, всегда на чеку. Хорош. Скрытая способность. Разрыв. Теперь есть у слона. Хейековская способность. А тут... Огневая поддержка. Лёгкое ранение. Модификатор. Десять процентов, что действия дополнительные будут. Материалов чуть больше будет поставлять. Неполная численность. Это понятно, да. Ну тут 2-5 дней вернуться товарищам. Так, все технологии исследования понятны. В инженерке в зоне испытаний делается плазменная граната, потом протокол быстренько за 4 дня, потом экзокостюм. В строительстве отсеков вроде бы все инженеры заняты. Да, здесь мы пси-лабы делаем. Да, все инженеры задействованы. Можно, в общем-то, гремлинов, но материалов нет. Сейчас, правда, закончится уже месяц, и я немножко... Нет, материалы мне нужны сейчас хотя бы в школе офицеров. Учёного можно взять за 5 дней. Контакты с сопротивлением. О, дополнительный контакт, вот это важная штука. Хотя сейчас это не столь важно, на самом деле. Да, потому что... Есть уже соответствующее здание, его можно апнуть, и туда можно инженера по... Короче, нет у меня сейчас потребности в... Так... Пси-технологии. Пси-лабораторию можно строить. Пси-усилитель. Так... Можно сделать оружие Гаусс, как раз, чтобы револьвера там переучивать потихонечку. Но у меня один снайпер, и я не уверен, что пока это целесообразно. Данная станция... Это пока нет, пока нет. Вайпер... Слушайте, а кислотные гранаты, это ж свайперов. Чтобы броню лучше снимать. Почему-то я раньше это не сделал. Так, ретранслятор готов. 100 материалов. И сейчас можно контакты... А почему? Я думал, что будет дешевле, а не 80. Но мы все равно устанавливаем контакт с следующим регионом. Там, где объект Адвента есть. Поехали. Свайперов аптечки, говорят. И не то тогда. А кислотные, это типа просто на... Этих... На боеприпасах, да? А, кислотки с акваланга. О, это долго еще. Берс, это стимпак. Можем... Давайте оружие Гаусс начнем тогда, ладно. Может, снайпера какого-нибудь прикупим потом. Аватар, пошел опять. Все, обратное счет сейчас пойдет. Ну, мне есть доступ к... Да, да, конечно. Так, зона испытаний. Плазменная граната готова. Это очень круто. Там новые проекты уже есть. Так, мне же ничего не нужно делать для того, чтобы... Эта штука. Оказывается, плазменная граната сразу уже должна была быть применена к... Ко всем гренадерам. Да. Да, урон броне на единичку больше. Урон не 3-4, а 5-6. Клява, клява, клява. Эй. Окей. Михаил Мерчук еще восстановился. Хорошо, подключили. 45-65. А тут почем? 160. Ну, вот, хорошо, что я вышку построил. Подключаем следующий за 80. А, максимум. Максимум это решается. Это решается... Во-первых, гремлина убираем с восстановления. Потому что все же подлечились. Гремлина же можем сюда отправить. Да. Все, плюс 2 контакта. Здрасте. Ресурсом. О, лейтенант есть. Акеми на Кано. Если это снайпер, то очень круто. И ивенты. Сила, повышенная боевая готовность. Репрессии новобранцы. Ну, короче, вот это вот. Следующий ответ на через 9 недель. Клево. И 300 материалов надо будет собрать. Может, сначала соберем? Потому что мы, может, тогда снайпер найдем. К следующей миссии. Да. Слетаем. Надо посмотреть, что это за лейтенант. По званию. Что я бы... О! Протокол синий экран завершена. ЕМПшные гренки. И главное, патроны синий экран. Вот патроны синий экран надо закупать. Хотел я их за костюм, но он делается. А следующим, наверное, черепной бур. Или все-таки боеприпасов пофармить. Бронебойных и прочих. Черепной просто будет... Откроет мне сразу... Не совсем нужное пока. Короче, пока еще боеприпас один возьму. Так, а я должен закупать... М-патроны. М-граната. Вот, патроны, да. Материалы. Вот, хотя бы один патрон. Надо брать. А лучше два. Это очень клевые патроны. Готово, собрали. Нанимаем новый персонал. Смотрим, что там за товарищ. 18 дней до конца игры. Гренадер. Гренадер мне не нужен, конечно же. Ученого можем взять. 2-2-5. Но... Но нет. Потому что в школе офицеров... В школе офицеров... В партизанской, точнее, в школе... У меня есть грейд новая. И старые еще не сделаны. Вот. Можно Держись, боец взять. Солдаты с большей вероятностью останутся истекать кровью, нежели погибнуть сразу. Можно персональные боевые модули апнуть, учитывая то, что там мобильность сейчас. Ну, короче, я бы взял Держись, боец. Это мы можем взять любой момент. Моментально просто. Я вернусь к установлению контакта. Можно, кстати, на черный рынок сгонять. Глядишь, там какие-то трупы. Инопланетные сплавы, планшет, блин. Все, все не то. Нельзя это продавать. А купить я не могу, потому что у меня тупо документов нет. Ох. Ох. Ультраадаптация хороша. Для счетей здоровья. Ладно, сейчас будет уже миссия, скорее всего. Подключать пробуем регион. Еще один. Ох ты, оружие сейчас будет еще сделано снайпером. Магнитная пушка и винтовка системы Гаусса. То есть это для хэви, кажется, и снайперская вот эта. Снайперская, это хэви. Стоит, конечно, дофига всего. Можно потихонечку... Короче, разведданные сейчас нужно фармить. Потому что разведданных ноль, а как бы страховки на данные на станцию мне нет. А что по производству предметов? Могу сделать снайперскую, но скорее всего возьму хэви, потому что у меня два хэвика и один снайпер, который пистолетный. Стоп, а я псилабу, что не... Я псилабу не построил. Энергия недостаточно. Блин, что я про псилабу? Что вы не напомните мне про псилабу? Капец. я же озвучил ой вы видели сколько бабла требует опять она косяща лучшим так нет лучше да да копать мне бабло дадут сейчас я винтовку же не сделаю экзоскелет второму хэвику готов надо сразу поставить пока не забыл следите внимательно за игрой я же не могу за всем следить пацаны вы что ну как так то тяжело же понимаете бобру одному и персональный боевой модуль там мобильность это я от михаила дожидался чтобы ему поставить нужности по разведчику штурмовик да с баблом проблемы подключили еще один регион в общем то можно на объект лететь но я бы полетел туда тогда когда 160 разведданных так здесь наверно надо пилить вышку просто а европа что выгодная сделка черный рынок плате на 50 процентов больше здесь что ва-банк объем поставок чушь ну как бы не чушь но кто момент уже с деньгами проблем не будет сто материалов нужно чтобы установить чем не делать денег нет вообще мне дали очень много свободного времени на то чтобы там построить туда-сюда а здесь почему вышка также она стоит 100 домой типа вернуться давай а вот и миссия выбираем внимательно скрытые события экстремально сложно инжа дают увеличивает радиус обнаружения всех врагов доктор дают ученого точнее материалы стоимость новобранцев это короче надо вот эту самую сложную брать и даже не ради инжа ради того что непонятно какую хрень они выкинут или ученого брать это очень неопределенная тема ученых нереально мало не там трое ученых инжей шесть штук я по исследованию очень сильно проседая а копать не особо сейчас короче сделаю поинтересней полечу туда где не так сложно но аркады добавит непонятное событие в до один день до расчистки материалов на пуху хватит события можно раскрыть за 30 развед данных у меня не было развед данных мне 15 там же иконка кнопка не активная так расчистка мне что даст нет я не уверен что мне в принципе эти деньги сейчас да я не буду испытывать судьбу не буду буду лететь с тем что есть и так кто у нас опытней брюс или ты брюс капрал ты лейтенант окей что по оснащению ну и правильно в общем то ты убираем получается меняем ее на братка гренадера дальше мы убираем муна ставим вместо него михаила и получается уже так снимаем всю броню снимаем все предметы раскидываем так а почему по лидер там хотя он типа не лидер я пожалуй поставлю михаилу светошумовую а патроны же счастье некран так на патроны синий кран нужны скорее всего все таки то мне нет с техникой проблемы на самом деле если специалист убираем а вот специалисту можно поставить патроны синий экран как альтернатива так скажем к взлому хотя это так по логике нужно ставить другим как раз потому что он и так справляется хорошо тогда кому михаилу например почему нет всяко лучше чем гренка светошум светошум гренка гренка вот эта гренка меня смущает но мне больше некуда ее ставить почему можешь вместо да вместо чего да нормально и так сойдет поехали если ты ранишь технику синим экраном взламывается легче да исходя из этой логики тем более нужно давать этот патрон не специалист уничтожить ретранслятор и ликвидировать пришельцев сейчас новые враги пойдут возможно как раз вот этот андромедон появится что же пара а он очень плотный так а это что такое это мост кажется да мост впереди идти очень долго с моста рилой хорошо снимать смотрим на вышки традиционно пока не вижу ну что михаил у нас мобильный очень и скрытный приятным еще поэтому бежит вперед ищет врагов о вон вышка справа опа архоны две змеи и архон у меня восемь ходов сейчас посмотрим что а взломать не могу да очень жаль стоит ли выходить наверх не факт там и внизу то враги могут быть не надо надо проходить как можно дальше да овервольд же еще стабильный у сапа так давайте посмотрим что за вышка буро не хватает ну и гремлина в третьих не хватает вы вы повышает защиту и мобильность противника вообще лесом такое даже фармить не хоть ну то есть вообще дичь особенно на старте так ну что миксер подходит там еще снизу могут появиться снизу вроде тихо ту 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 и надо забираться на да надо точно забираться потому что отсюда мы стенку снимаем и револьвера пока повыше братка пока сюда времени мало ну раз мы тут все равно контролируем поэтому надо подходить так я уже не хочу забираться на что времени маловато или забираться уже отсюда да скорее всего так да на фулпе бегаем Главное там не разбить ничего По дороге Страшноват Ну ты знаешь, что тут народу много Ты пока никого не встретил Справа Пять ходов Ну все таки тогда раз забираться надо Забираться Но тогда я сразу спалюсь, если заберусь И не будет у меня бонуса по овервотчу Никакого Лучше я пойду сразу к объекту И нет врагов, блин Ну исходя из такой логики Меня сначала лучше передатчик уничтожить Потом уже Воевать Я в общем-то так и буду делать Даже вижен есть через окно Тогда я подхожу к этому окну Чтобы прям вот Конкретно по нему Поработать Но лучше, конечно, один Хотя бы один пак Вот, вот это вообще отлично То есть я инициирую Чтобы овервотчи были без штрафов Дай-ка сюда Ну и сверху на меня на голову падает Да, ну это понятно Так, хорошо Сейчас сюда заряжаем Заряжаем, заряжаем Причем из-под моста выходить нельзя Ух ты А, у слона разрыв А, разрыв-то другое Это не уничтожение укрытия Способность разрыва Но есть критический урон И в дальнейшем пораженная цель Будет получать плюс три Это ж имба вообще Очень хорошая способность дали Очень Я Чу-чу-чу-чу-чу В общем, я оставляю Сапа Без овером Брюса подведу вот так Потому что как бы надо Ты же дострельнешь сюда, да, ведь? Да, вот как-то Как-то так, наверное И Возможно, стоит Работаем Интересно, сколько я паков с пули Один, два или больше Двух только задамеджил Косяк А может, так там их двое было Вон дамег Посмотрим Нет Это офицеры Обычные Там явно Я уже думал, что никто там не среагирует Ребят, давайте постреляем Офицер минус Отравление еще А по солдату Солдата Типа никто не увидел Ну, тогда я хочу, чтобы еще пак был Еще пока нет Че, подойти спалить еще пак? Нет, продвинутый солдат Я так не хочу на него тратить Светошум Ну, потрать на него протокол И все Готово Но это не пак с меком То есть мек еще где-то рядышком Но они не спурились Это хорошо У меня есть доступ к передатчику То есть я в один ход его уничтожаю Идут слева, слева, слева Ну, там мек, скорее всего Ну, сейчас можно уже Передатчик уничтожить, чтобы А потом использовать еще нашего друга Михаила С маскировкой Так, тут голографическая Шесть хитов еще сняли И добиваем Слон должен по большим целям Первым работать То есть вот Там, например, голографическая Разрыв И все И все остальные Рубят Ждем Сейчас, может кто-то высунуть А то я два хода потратил Не забываем, что две змии И Архонт А вот они Селепортировались просто Мек, офицер И Милишный, кажется Да, Милишный Вон меч торчит Работаем Попадание на четыре Промах Так что, скорее всего Пойдет Сначала у нас Какая вот Какая-нибудь А ракеты, если У ракеты Рейндж меньше Да, вот так В смысле с этим Один на один Шесть целей у него Давайте Зарядим Тогда Сначала Руки молнии Например По Нет, сектоид Ужигов Мэг 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 тоже Как бы Наладан Дышит И офицер Тоже Давай По сектоиду Верхним Раз Вот он Пистолетный Снайпер Смотрите Считайте урон Просто Пять Там еще Яд Огонь Шесть Получается И поехали Шесть Мимо Ничего не считаете Четыре Соответственно Десяточка Тринадцать Плюс один Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать И еще Пятерочка Короче Двадцать Три Плюс Еще А там Горение Двадцать Три Короче Приблизительно Так На вскидочку Прорядил Ряды Из опасных Товарищей Остался Архонт Плюс Плюс Копейщик Светошум Есть Один Светошум Есть Второй Илюха Есть Да все Что угодно В общем Можно Делать Может Рокетом Тут По двоим Попадем Рокетом Не Не Попадем На сектой Да Забей На сектой Да Светошум Если делать То Опять же По двоим Попадем Нет Да Попадем Ну тогда Просто Рассчитывай Что Ты просто Стреляешь По Этот Фигово 59 66 Да 66 Ладно Ярхон Плотный А Сектой Стрелять Говорит Будет Он Горит А тогда Лучше Его Конечно Добить 81 Михаил Хорошо Я в один ход Не справляюсь В любом случае Осталось Два Человека Правда Михаил Обнаружился Но у него Есть Маскировка Стрелять Лучше Конечно Слоном А гренку Кидать Хэвиком Потому что Уткин Не такой Меткий И В общем Светошум Пошел Раз Протокол Босик Той Дыш Томпанул В принципе Да Можно Было Ну так бы Я не пострелял А маскировка Учитывая то Что это уже Третий пак Она особо Не нужна Слон Хорош Очень много Функциональный У него Одних Обилок Там На 10 Так Тут Отравление Ну в общем Все равно И умения Не смогут Юзать Стрелять Никто из них Нормально Не может Ну архон Кажется в принципе Не стреляет Он только Мели Да ракеты Вот перья Вот эти Вот выпускает Змеи ходят Опа Да ладно Добежал что ли Да он не может Все равно Юзать Выстрел Тихо-тихо Так не шути Вдруг То есть ему Все-таки На 6 клеток Хватает Хадова Да на 5 клеток Он маневренный Очень А этот Я не знаю Что будет делать А стреляют Все-таки Да Стреляют Так Кому Кому Нужна Экспа Да Стреляй Как получится Так и получится Там Всем Экспа Нужна Еще Фулловых Нет Клонение Царапин Нехило Револьвер Из винтовочки Пархонта Потому что Дистанция Такая Что Из винтовочки Точнее Промах Так Здесь Здесь лучше Флангануть В общем Ну или Михаилом Зайти Но если Обойду Я могу Спулить Ладно Михаил Мерчук Пошел У него Илюха Правда Добивает Этого Упыря Молчать У нас Есть Три Человека Которые Могут Убить Причем Разными Способами Есть Ракеты Сапресс И Стреляю Брюсом Для начала Потому что Самое Надо выбрать Кем дальше Стрелять Мне придется А я могу Протоколом его Добить Да Так Так Лучше Черепушка Стреляет Лоу Написал Спустя 7 минут Переключайся На ХТП ХТМЛ Плеер Точнее Задержка Будет Буквально Несколько Секунд А то А то Как-то Да Минус Три Пак Ориентировочно Четвертый Наверху Находится Ну Собственно Змею Мы Слышим Как они Ходят Пока Перезаряжаемся Просто Перезаряжаемся Просто Вы не поверите Опять Перезаряжаемся Зато Первый Успел Да Ладно Там Выше Были Может Они Спустятся Все Таки Ладно Михаил Пойдет Мне Нужно Поставить Пацанов Хотя бы Чтоб Они Участвовали Слева Наверху Давайте Вот так Вот Там Сразу Будет Укрытие У меня Как Заберусь Оп Я никогда не был Конфирм Конфирм А вот они Прикольно Да 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 Переход 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 Открыв 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 Вообще Вообще Туда бы Хэвиком Ворваться Синициировать Потому что С той позиции Они Нифига Не видят Соответственно Я могу Типа Подняться Хотя Они Подошли Немножко Может Я Спулю В общем Надо было Проверить Момент Там же Курсор Показывает Я не Спулил Ну и все Закидывать Змея Сразу Упадет А дальше Разберемся Две Змеи Должны Упасть Я не вижу Третью Но как бы Она есть Нифига Не упала Змея Слишком Плотная Дорога А вот Еще одна Змея Ах вы Скотины Опа Так Этого Флангуем Этого Флангуем Архоном Непонятно Непонятно Кого Убивать Света шум Вверх Да Света шум Вверх Так Погоди Здесь Змея Которую Убить Сложно Хотя Этот Хэвик В принципе Ничего Не может Сделать Поэтому Ракетомет Пошел Сюда Облегчу Задачу Револьвер Да Только Вообще Фигня Выходит Потому Что Укрытие Хорошее Здесь Я ориентировочно Не знаю Архон Я все Рано Не убью Защита 25 Капец Протокол Помощи Сделаю На Михаила Потому что Ему тут Как бы Все равно Хреново Протокол Нападения Можно тут Запилить Вообще Револьвером Добивать Надо просто Эту Змею И все На Давай Руки Молнии Раз Бах Все что ли А кстати Лута не Выпадала А ты Чисто Случайно Не сможешь Что-то Кинуть Грянку Каким Людь Ага Любопытно Не сможет А хотелось Так Свита Шумовая Да Только Желательно Скорее всего На Архону Потому что Змею Это мы Кританем Лучше Конечно И на Тобо Нашел Поехали Да Я буду Убивать Змею Просто Исходя Из Утверждения Что Я ее Точно Убью С одного Выстрела Как бы Тут Как Не Крути О Лут Да Езж Так Давайте Клевые Клевые Моды Для оружия Пожалуйста Модифицированный Расширенный Магазин Ну это Топовый Который На Емкость За хвост Змею Так Подтянул Ну все Остался Револьвер Только Да Титан Кстати Который Наверное Протокол Помощи Должен Накинуть На Хэвика Который Сидит За Полукрытием На Братка Вот Так Вот Ну смотрим Че он будет делать Дезориентированный Видят Чуваков Которых Плюс 30 Защиты Посмотрим Как он Вся Поведет Ливаем Или С фланга Будешь Стрелять С фланга Стрелять Михаил Держись Ну я Не знаю Какая у него Точность Но даже Если у него Там Какие нибудь 95 Точности Получается Что 35 Это все Ну приводится К 35 Благодаря Вот этим Вот всем Телодвижениям Сейчас мы В один ход Его убиваем То есть Подходит Кузнецов Ставит Ему Глографическую Метку Тут заходят Пацаны Не убить Мы его Практически Никак не можем Даже Смотря на то Что он Фуловый Промах Неплохое Начало Это 2 Не Мы можем Его не Убить Уклонили Царапину Можно Его Гренкой Конечно Тут Уходим Из-под Горячей Машины Сразу Вплотную 100 Ой нет А чего я Разрывом Не пользовался Вон Разрыв Это же Халява Мало того Что урон Хорош наносит Так еще Сверху Сейчас Плюс Каждый Каждый Выстрел Три хита Вообще Класс Вон 9-11 Он кажется Считается Уже 10 Халява Дешевая Разрыв Вот Очень хорошая Вещь По крупным Целям Прям Изумительная Все Еее У меня же Не было ранений Правильно Нет Все Чистенько 11 человек Задачу Базовую Выполнили И Получили Кажется Разведданные Да Разрыв Еще Стопроцентный Крит Это вообще Круто Башенку Не взломал Зачем Мне башенка Там Нет Нормальных Бонусов Там Нет В принципе Бонусов Только В рамках Миссии И Нет О Левелап У майкера Левелап Безжалостность Если в течение Вашего хода Вы совершили Одно Убийство Или больше Получите Одно Движение Мясорубку Я пробовал Я хочу Безжалостность Взять Потому что У меня И меча Нет Для Мясорубки Так что Будем Безжалостными Модифицирован Разширенный Не топовый Видите На двоечку Не на троечку Вскрытие Архонта Ученого Получили Мясорубку Бери Я брал Мясорубку Опа Тяжелое Оружие Награда Что это Такое Ни разу Не видел У меня В общем Других Ивентов Нет Поэтому Я пошел Заросший Танк Инопланетные Завалы Расчистили Бабло Сплавы Кристаллы И Скорее всего Здесь надо Пилить реле Потому что Реле уже Фуловое Энергокатушки До нее Очень далеко А это Модификатор Вместо Ракеты Тебе Огнемета Прикольно Это Скогост Откуда Инфа Такая У тебя Странная На Псилабу Блоки А сюда Все-таки Реле Питание И Сюда Да Строим Можно Мастерскую Вапнуть Но Что-то У меня денег Вообще Нет Хочется Пушки Хочется Хочется Много Чего Кстати Благодар Ой У меня Уже Десять Дней До Конца Игры Ай Ничего Страшного Боеприпасы Экспериментальные Что там У нас Трассирующий Меткость Добавляет Репрессии Новобранцы Дороже Что Дали Огнемет Дали Огнемет Я не видел Такого Ни разу Крепящийся Крепящийся На предплечье Огнемет Использует Подача топлива Подвесок давления Продвесок Направлять Огненный Фокус На группы На группы Врагов Купи стволы Для хэвиков Так они же Дорого стоят Я не потяну их Или они По соточке Давайте посмотрим Не могу 150 Дайте на черный рынок Возможно Что-то продадим Да точно Продадим Сейчас Очень Деньги Нужны Сплавы Планшет Конечно Давайте Трубчики Сектоидов По дешевке А Одного Тут сплавы Тут сплавы Вообще Нужны Да Надо Хэвиком Пушки Делать Потому что Ну если бы я Револьверы Перекачал Если у меня был Второй снайпер Так магнитки Конечно Надо делать Продавай Огнемет Говорит По полезней Можно оружие Вытащить Прикольно Ох Вышку Надо ставить Еще Да И вышку Здесь Хотел Поставить Осталось Шесть дней Блин А может сразу Сейчас на миссии Слетать И от других Апов не будет Лучше не будет А хуже может быть А сейчас миссия Какая нибудь Так Смотрите Учитывая то Что у нас У хэвиков Появились Клевые Клевые пушки Может имеют Смысл Сейчас Гранаты так Хватает Кому-то из хэвиков Дать Меткость повыше Типа братку Потому что он Стреляет из пушки Дать ему Вместо одной Гранаты Трассирующую Пулю Десять меткости Добавить Все равно Стреляет Улучшение оружия Появилась Ячейка Точно Шанс Дополнительного Окей А есть еще Какие-то моды У меня У второго хэвика Открылась Размер Магазин Отлично Игорь Уткин Не на задании Мун Тоже Револьвер Со старой пушкой Нет 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 Меткость Спецу С разрывом Норм Так он же Все равно Попадает Или Или Там Обилка Что Типа Не факт Если Не факт То Конечно Нужно Ему Меткость Давать Огнемет Места ракет Ставится Я понимаю Но У него урон Такой же Как у ракеты Можно проверить На самом деле Давайте попробуем Слону Вместо ядовитых Вот этих вот Патронов Я поставлю Точность Тогда Тем более У него Овервотч Постоянный Да ведь Да у него Огневая поддержка То есть Ему меткость Очень важна Плюс Если у нас Будет еще Отсутствие Штрафа На овервотч А нет Стоп Это не тот Баф При любом Движении Там дальше Пойдет Обилка Что типа Не штрафуется Или прибавляется Так Хэвики Гренки Гренки Светош Вот Светошум Хэвику Не хочу Надо что-нибудь Может Купцову Убрать Патроны Револьвер Поджигает У револьвера Еще граната Никчемная Вот Револьвер Надо дать Наверное Светошум Я хотел Это сделать Да Уберем За счету Хэвика Светошум Там Были Определенные Перетрубации С этими Плазменные Возьму Ненадежнее Получается Урон Такой же Да До револьвера Так лучше Хэвики С продвинутыми Гранатами Саппорт С лечением С лечением Ну в смысле С этой С газовой С отравляющей Сюда тоже Можно что-то взять Типа Ильи Но Ильи нет Сейчас снимем Предметы Кажется Я второго Второй маяк Брал Нет Мне денег Не хватало Против Мэка Ну против Техники Патроны Михаила Спецы На взлом Спецы На овервочах С повышенной Точностью И Светошум Вроде Все Ок Поехали А Кого качаем Кого Качаем Револьвер 59 Ну все Револьвера Качаем В первую очередь Когда герои Я жду Уже третий год И к записи Есть на ютубе Давно уже Три года назад Как раз Проходили Перепроходили И дыхание Смерти Армагеддон Сблейд И Не помню Как некрасовская Компания была Так Заложите Заряд Покиньте А Слушайте Это ж квестовая Миссия Это ж не просто Как бы А бы что Здесь все Серьезно будет Тут 25 врагов Где-то Звездный шлепок Операция называется Ну посмотрим Посмотрим Собрались Все в наших руках Возможности у команды Очень много Это сектопод Это кажется Сектопод Ой Я просто Эту штуку Узнаю Знаете Просто узнаю И Это кажется Сектопод А вы узнаете Это место Я вот тут Стоял С угла И тут Вот такая Хрень выходила И тут Еще была Топ-топ Да Бом-бом Инвизный Мобильный Шторм На самом деле Опять же Ограничения По ходам Нет Поэтому Ломиться Дико О Огнемет Как он работает А вот так Вот Нифига си Конус Огнемета Нехило Ну я попробую Зажечь Танцпол Как иначе А у меня У двух Саппортов Овервотч После полного Хода Уже Так Ну что Михаил Давай Блин А здесь Уже Близко Ох Ты ж Ежик Аккуратно Там Туретки Наверняка Толпа Народу Не Пока Ничего Такого Ни туреток Ни толпы О Вижу Архон Две Змеи Окей 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 Что-то я расслабился Это не к бобру Че Куда Пойдем Я вроде как уже неплохо стою Что-то можно ей Не Не Хэвиком Надо подойти Скажем Вот сюда И всеми остальными Здесь Было бы неплохо Подтянуться Так Чтобы Стреляли Я просто стоят Окей Ну все Работаем Это точно Этого оставляем Этим стреляем Ориентировочно Да Может огнеметом Сразу А он Понятно Не пройдет Огнемет Овервотч И овервотч Поехали Туретки надо захватывать Если не получается Вот туретки мне очень могут сильно помочь Я правда не знаю Бах 5 хитов у Змеи Ну и там у Архона конечно Вагон просто хп Стреляем Две Змеи Раз Минус одна Минус вторая Промах Добивание сработало на Архона Минус три просто Повышение Запоминаем У братка Братку больше не наливать Все Первый пак Добивание конечно Это редкостная халява Никто не спорит Проверяю на всякий случай Здесь А то было Был обзор закрыт А что Михаил Мирчук А он спрятан Все хорошо Просто мне показалось Что нет Подходим аккуратненько К целям Никого Здесь туретки нет Хорошо Пора спускаться Ужим А что лакерок У меня все равно Страховочный снайпер Было С светошумом Что лакерок Страховка была Я не рассчитывал На добивание В принципе Давайте Где вы там О Еще лемминги Ту-ту-ту-ту-ту Хорошо Ой Сейчас пуль уже Капец Не проверил Да Торопился Да иди нафиг Так Ну Да иди Укрытие бы снять Только Ну я кажется Не сниму А не Сниму Все Отлично Тогда Отступаю на шажок Чтобы не было фланга Вторым хэвиком Снимаю Вот так вот Ну хотя бы До половинки Опустить Плюс армор Еще Двоечка С щитовика Есть Все Укрытия нет Кому там Не нужно качаться А тому Кто не нужно Уже А нет Братку Не нужно качаться Да Тогда стреляем Братком По дальнему А тут За укрытием Невидимым Как оказалось Ну паша Ну 73 Ну ё-моё У того кавер Оказался То есть это Бажок у нас Видите Так вот Я наверное Протокольщиком Его Полирну Да Причем 49 Причем тобой Револьвер руки Ааа Он не может Он либо два раза Из пистоля стрельнет Хотя нет Он выстрелит Из пистоля Руки молнии И выстрелит Из винтовочки Еще По не можем Давай Хорошо Ну значит Не выстрелит Больше Почему По дальнему Это выстрелит Несешь Только нужно Его Немножко Все-таки Подрихтовать Ааа Не вижу Да А кто-то Еще Может поддержать Никто Не может Поддержать Кроме Михаила Михаил Кстати Это опция Ладно Снимаем Протокол Еще Одним Зря Я так Протокол Трачу Но пока Почему-то Вижны Нет Тут Стреляю Но если Не будет Крита Я не Убью Пушку Старая Крита Нет А Зажег Погоди-ка Два Два Хита А И тут Я не смогу Ничего Ладно С Богом Один Хит Там Яда Нет У него Сейчас Может Свалить Просто Правда С таким Количеством ХП Опа Еще Пак Обычные Солдаты Три Трое Правда Щит Мели И Офицер А Тот Затупил Ну Хорошо Тогда Мы Револьвером Добиваем Остальными Просто Овервочем Перезаряжаемся Если Из него Не выпадет Конечно Ничего Такого Перезарядка Овервоч Ооо А ты Видишь Да Видишь Молодец Перезарядка Но не Сами Ко мне Скорее Все Подойдут Я Просто Подведу Под Одну Линию Пацану Да Идут Отлично И все И мы На их ход На Овервоч Инициируем Попадаем Голографическое Сразу Шестерка От братка Шестерка От братка Ну Это не Сектопот Это не тот Уровень Оп Еще Овервоч Пошли Минус Армор Это От Брюса Кажется Урон Еще Оверы От Слона Семерочка Это Минус Кажется Уже Человек Да Но Остается Двое В чем Копейщик Ты живой А Нет Это Продвинутый Офицер Короче Мы Просто Перестреливаемся С ними И все Они Ничего Не Могут Сделать Клонение Царапины Правда Огонь А почему Разрыв Не могу Сделать Можно Типа Попытаться Флангануть Но я не хотел Реально Что-то Там Так А у кого М-патроны Михаила Да Лучше Конечно Добить Офицера Каким-то Образом Хотя Вероятность Меня Не радует Вообще Готов О Лут Спускаемся Можно Его флангануть В общем-то Я вряд ли Спалюсь Но лучше Не лезть Лучше Его подсопресить И на следующий ход Справится Да Я все-таки Подойду Вот так Я не спалюсь Просто мне разведка Дальше нужно Я же Вперед Буду бежать А давай Дичь какая О Сейчас же он будет отвечать При действии Это же Специалисты Надо привыкнуть Специалистов Ставить Вообще Чтобы они Всегда Овервочили То есть Чтобы они Были Рядом С Тем По кому Стреляют Так Вот Я Михаилом Буду Собирать Лут Только Для начала Нужно Этого Упыря Убить Обойду Поставлю На него Метку И добью Надеюсь Не братком Добью Не Не братком Ну С А Ладно Слоном Добро Теперь подходим Михаилу В маскировке Есть у нас Ходы в запасе Ну Здесь Перезаряжаемся Конечно же Все равно Мы Не пойдем Без разведки Дальше Никуда Беру Смотрю За угол Заодно Так Приклад Планшет О Ультра Концентрация Плюс 25 Кволе Правда Я бы Персональный Боевой Модуль Что-то более Базовое Хотел Уклонение Мобильность Здоровье А концентрация Конечно Это Сейчас Мне Особо Не нужно Опа Увидели Уже Куда Закладывать Так Подходим Там Есть Вообще Пустые Пушки Надо Перезаряжаться Вон Игорь Отащим Так Имеет ли смысл Туретки Позахватывать Пока я Не Имеет Только мне нужен Титан Для этих Задач Если подойду Михаилом Посмотрю Никого Внутри Нет Ну По крайней мере Я не вижу Но это Не так Там Точно Кто-то Есть Я же Помню О Пожалуйста Зайду Зайду-ка я Наверх Вдруг Не заметят Маскировочка Мою Ничего Здесь Ну может быть Там где-то На углах Есть Но на самом деле Я не вижу Чтобы Здесь Что-то Такое Было Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу Это Сектапот Кажись Открываем дверь И Михаил идет вперед на разведочку Уже непосредственно И где враги, блин? И это не похоже, кстати, на миссию сектоподом Там была более такая Погодите, секунду Ну там же кто-то есть, понимаете? О, спрыгивает кто-то На мутону похож по звуку И по земле вообще ходят Топ-топ, очень долго ходят О! Да, сектоид и архон Два сектоида и архон А кто спалил-то? Овервотч спалили, наши спалили, молодцы, ребят Промах, единичка О, отравление Шестерка Еще может что-нибудь Ееее, восьмерка по архону И меточка еще сверх Как они его видели вообще Он на крыше сидит Ругается Так, окей Значит, сектоиды это не страшно А вот архончика, да Архончика хочется добить Это где? Это не ясно Меня сейчас спалят Маскировка пока работает Но Давайте Павлом Кузнецовым Начнем Опять же с метки Ставим раз Он еще и попал Ну, Паша не зря По служебной лестнице Так быстро карабкается Что творит? Что творит? Дальше, наверное, все-таки Титанчику Минус архон И остаются два Никчемные сектоида То есть, они, конечно, могут Наломать дров Но Это же сектоид, ребят Фул кавер, правда Ой, сейчас револьвер Правда, их может поджечь Это будет очень не кстати Разрыв пробую налево сделать Промах Но у него кавера нет Ладно, тогда револьвер Точно этого убьет Ну, не сейчас, а следующим выстрелом Или еще одним выстрелом Ревоч А че не доходили-то? А как это так получилось? Не понял Ну, добиваем Брюс Промах Ничего так Сколько там было? 70 плюс И только миксер остался Я, наверное, тогда добью Зачем мне здесь сектоид такой Который подожжен Он еще стрелять начнет Мне с фланга критовать Пусть лесом идет Ну, хорошо, давай Ты не можешь мне Вау, безжалостный же еще Ого-оу Овервоч Нельзя, да? Пропускай ход Бэкспейс Энд Только кнопку Ты можешь нажать Молодец Так, сектоид Давай не будешь стрелять Просто вот вызови зомби Очень страшно Очень страшно Сопротивление ментальному шторму Ты чемпион Что я могу тебе сказать Ну, я провожу разведочку Михаилом И заодно Сектоиды убиваю Здрасте Шелк-шелк Ну, сектоиды, они же Вы понимаете У них Свои принципы ведения боя Которые Если Как бы привыкнуть Они не представляют Серьезной угрозы То есть ты знаешь Что они точно стрелять не будут Если ты не А че, я перезарядиться не могу Что это такое? У Михаила, смотрите А, типа у тебя действия дополнительные Я понял Энд Не работает Конец хода Опа Подкрепа Так, надо выходить Надо принимать Точно И это как раз Ну, это один из ивентов Который я пропустил Я вывожу Просто тех, кого Можно вывести На поддержку Причем я не хочу Подходить сильно вперед Но, к сожалению Кем-то придется это сделать Не обязательно укрытие Главное, чтобы Вижен был Ну, кто там у нас прилетел Мег один вижу Или Покажите Нет, это Офицер Милишник ищет Мы сразу с флангов Укрытия нет Но Сейчас же они разбегутся Овервочи Наш ход Поехали Промах Шесть Восемь Револьвер еще Хорошо Минус два, что ли? Да, минус два А, нет, минус один Тут один вообще Серьезен, как никогда Мы флангуем Правда, всех Большинство флангуем Просто Сначала Брюс добивает Тут ему по силам И по точности И по Икспай ему нужно 78 Второй раз Игорь Андреевич Мажет Михаил должен Вообще Вот этого Мочить Упыря Но Тема в том Что я могу Спулить пак Но там вроде Все закрыто Ладно, попробуем Пройти так Да, давай А У меня же Не пробивные Патроны А По Технике Да, пофиг В общем-то Кританул Урон нанес Молодец Качать револьвера Естественно Выбираем цель Хорошая цель Чего? Раз Рева Исправляемся Исправляемся Давай Слабо Да Блин Три человека У меня осталось Ладно Слон Добивает Да Тут есть Хэвик И если что Так, стоп А Хэвик Это кто? Браток Хэвик мне не нужен Пусть Титан добьет Протоколом нападения Тоже Близкий К левелапу Товарищ Хотя он, кажется Недавно получил В общем Он хорош Все Это все Это не сектопод Ребят Ну там будет наверняка Скриптовая какая-то хрень Типа Подкрепа пришла Но Пускай Михаил Только не на этот ход Он сейчас перезарядится лучше Чтобы иметь возможность Быстрее Ливнуть Перезарядки Overwatch Не нужны Правда Совсем Перезарядочка Все Следующий ход Ну попробуй огнемет Кстати да Надо попробовать огнемет Давайте попробуй огнемет Смотрим Пацаны А далеко Он жжет Да Надо будет В реальных условиях Проверить его И так Я бы еще Подфармил То есть Если сейчас Кто-то так нервно Кричал Хотя как бы Че волноваться В общем-то Всех спокойно Убили Они не получили Все хорошо Прилетит кто-нибудь Нет? Не Нифига Не хотят Все чистенько Не гуфнемся мы В ближайшее время Потому что Проект Аватар В очередной раз Во второй раз Отложен Ввиду отсутствия Важного стратегического Объекта И Довольная Команда Иксчем Убив всего 14 человек Несчастных В прошлой миссии Была 24 А тут 14 И тот уровень Денег бы еще сейчас Но я регионы Поподключал В следующем месте Должно прям Прилететь хорошо Один левелап У Игоря Андреевича Сопресс Он вообще молодой Планшет Урон И воля На единичку Я только Аватар Убрал Так здесь Кэш данных На один день В зоне испытаний Опа В зоне испытаний Ничего не делал Боеприпасов На самом деле Уже так прилично Только Бронебойных Нет патронов Самых клевых Экспериментальные Тяжелые Можно сделать Можно паучка Взять Крюк Давай один Это тяжелое оружие Одно Так Кислоточка Нужна А нет Это граната Кислотная Нужна То есть Я не то Начал Искать Не экспериментальные Тяжелые А Экспериментальная Граната Два раза Зря откладываешь Так рано Лучше получить доступ К базе Подождать Последних Трех дней Дает целых Увеличение Аватара Так я Последние дни Прошлое осталось Три дня А сейчас осталось Шесть кажется Можно было конечно Подождать Но мне тупо делать Я боялся Знаешь чего Я боялся Что сейчас будет миссия На которой я обязан Буду лететь Я там получу ранение И к этой миссии Не буду готов Вот этого я боялся Кэш данных Пришельцев Готов 120 данных И смотрим Турели Давайте Попробуем базу Свою защитить Обломки турели И защиту сделаем Потому что база Это дикая миссия И там Дополнительная поддержка Не помешает Опа Екатерина Сидорова Ученые Разведданные Операция Стальной принц Поехали Ну что Наша славная команда Практически без Каких-либо Стоп А я бабло Не получил Нет Бабло Не получил У тебя как было 4 доллара Так и осталось Красавчик Просто Так я же модули Какие-то нашел Да Там по морали И улучшение Оружия С Например Урон при промахе Почему бы и нет А кому нельзя Паниковать Психу нельзя Паниковать Модуль лучше Оставить ему А может еще Там модуль Какой-то Там же еще Какой-то был Оружие Улучшение Ну он такой Базовый Что Да Его даже Некуда Ставить Почему тяжелый Костюм Не сделаешь Штурму Ради брони И дополнительного Армора Может быть Ну я сейчас Другое делаю Скрипком Вообще Да Тяжелый Можно штурмовик Удать Поехали Сейчас вот Разведданных Хорошо Получим Во-первых У нас 120 Дали В Прошлой Миссии 118 И сейчас Еще Соточку Подкину А у меня До этого Еще было Около Стаж Что ли А нет Было Ноль Как раз Потому что Я 160 Потратил Вызволить Випа Из тюрьмы Адвента В Пекине Будем работать Мы ограничены И по времени И Тем Что должны В определенную Зону Прийти Ну хотя Сейчас Кажется Маскировка Будет Это Когда Випа Нужно Доставить То Там Вообще Уже Попа Здесь Ну хотя Там Привязка К точке Эвакуации Только Долго Карты Генерилась Ну что Эта миссия Явно Будет Посерьезнее Предыдущей Потому что Здесь По крайней мере Будет Народу Столько Ж А Ограничение По времени Будет Более Серьезным О Близко Достаточно Камер Находится Понятно Так Маскировка Есть Есть Здание Которые Мы Можем Да Наверное Все-таки По зданию Пойду Михаил Побежал Раз Наверное Не всеми Все-таки Нужно По зданию Бежать Да Давай Вот так Вот Еще Никого Не Спулил Нифига Себе Вижу Вышку Навзлом Главное Сейчас Никакие окна Не выбить Случайно 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 Много народа Наверху Пойду-ка я Лучше Одним хэвиком Вниз Какой-то Шумный Со своим Экзоскелетом Слева 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 В доме Слева Где-то В доме По металлическому Полу Ходят Так Смотрим Что По взлому Там Вторая Вышка Слева Но Сплавы Раскрывает Позицию Ну Обязательно Возьмем Причем Небольшое Небольшое Количество Я не жадный Зато Сто Процентов Так Михаил Побежал Левее Брать Надо Левее О О Мэг Нового Уровня Уже Нового Поколения Ну У нас Специалисты Такие Вы знаете Что Справиться Если что Думаю Надо Спускать Ладно Ладно Три-три Пусть Будет Три-три Братка Сюда Я не 8 Ходов 12 Так что Попроще Будет Ну Хочется Сейчас Конечно Грянку Туда Закинуть Потому что Опа Дверь Открылась Где Слева Слева Змея Ой Блин Где Как Они Ползают Так Значит План Какой План Очень Простой Значит Ты Тупишь Ты Грянку Кидаешь Слон Без Овервоч Брюс Овервоч Револьвер Да пусть Тоже Овервоч Титан Тоже Овервоч Поехали Работаем Нужно снимать Армор Нужно сделать так Чтобы они падали Нужно оставлять Специалиста Либо Для Мэка Либо для Светошума Все попадали Там Три хита Очень больно Очень Очень больно Сейчас там Еле живой Вообще Сейчас постреляем В общем Там один хит Четыре хита И Мэк На Овервоч На Овервоч Сразу Так Это минус один Это минус два А специалисты Смогут На Овервоч Среагировать Нет? Эй Смогли Так Так И чё Протокол Блокировочки Я его не добью Атакой Куда там Там 14 хитов Блин А если не сблокируешь Это будет очень жестко Если я не сблокирую его А вы броня Йес Контроль даже можно было взять Отключили он Там у меня был Михаил еще Так что ничего страшного Михаил пошел на разведку дальше А чё, маскировка есть? Чё терять время? Правильно? Можно даже к випу подойти поближе Пока мэг тупит Но слева кто-то ходит Кажется Так, ну Надо подходить всеми И попутно его расстреливать Расстреливать, конечно, проще всего После меточки братка Браток видит отсюда Подходим Стреляем Можно сейчас специалистам сделать Разлом, да? Я вот не знаю, почему не действует Разрыв, точнее Блюскрин у кого? Блюскрин у Михаила Стопроцентный разрыв Неплохо Просто крит Разрыв И он умер Сразу А все следующие Все следующие выстрелы Были бы как бы Так, я же могу сейчас Еще вышку сломать Мне развед данные получить Можно, халява же Че время терять Спуская остальных Да, получил бы больше сплавов Но Я не знаю Какое численное количество сплавов Поэтому не могу оценивать Относительно вероятности Спускаемся Подходим, подходим, подходим Михаилом тоже можно подойти Хотя он тут Не может это сделать Потому что Спалится тогда Придется через дверь Как нормальные люди Это делать И очень часто Пак находится Непосредственно С рядом с випом Поэтому Да, не будем торопиться Слушаем Слева Слева Змея Слева Змея Открываем дверь Не хочу Так, лезть Запас походам есть Какого лешего Ломиться Правильно Тем более Есть еще вероятность Что Слева Какие-то Барсуки Нападут Только одним Тут рывок Сделаем Но мне нужно После этого Будет еще эвакуироваться И вместо эвакуации Оно не ясно Вот Слева Змея Я же говорил Я же Ой Сразу Титанчик 6 урон наносит Там их двое У них может быть Даже там Свиданка Какая была Ну смотрите Сиси какие Мало ли что Револьвер Отлично Отстреливается Поджигает Змею Меточка Это минус Змея Точно А где Милишник А, Милишник На втором этаже Остался Так Так Ну его Надо 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 Убивать Времени Жалко Конечно Может Грянку Ему Закинуть Какую Нибудь Ну Чтобы он Тупо Упал Нет Лучше Фланговать Вон Там Эвакуация Наверху Будет Игорь Уткин Молодец Стреляет Первым Снимает Броню Промах Да Ёпор СТ 77 Жи Было Игоря Ночь Так Давай Ка Тогда Мы Обойдем Так Чтобы Хотя Бо Фланг Был По Нему А Вижн Пропал Класс Это прикольно Придумал Вот так Хотя бы Тогда Вот странные Вещи Иногда Видны Иногда Не Видны Видимо Это Из-за Полу Укрытия Которые Стреляют Есть Там 88 Плюс Крит Все Хорошо Тут Заходим Фул Кавер Смотрим Если Кто Да Есть Защита Но Я не Спалился Все Нормально Две Змеи Так Че Делать Че Две Змеи Че Какой-то Страшный Ничего Страшного Все Лишь Змеи Ой Я Пошумел Тут Слегонца Смотрим Куда Они Поползут По Друге Этим Слева Кто-то Спрыгнул Че-то Сломалось Упало Видимо Догорело И труп Солдата Того Рухнул В принципе Миксер Может Сейчас Уже Проявлять Себя Но 100 Точность 100 Крит Давайте Все-таки Инициирую Как говорится Лут Змея Змея Такая Ах Тун Каляр Нас Ой Там Архон Я не заметил Архона Ой Ну ладно Хоть они тут Вместе Будем А я могу Еще разок Что я могу Еще разок Где у меня Действия Мне обещали За А я могу Пройти Просто С этим Действием Просто Пройти Ой Спасибо Конечно Я думаю Надо А я Мечом Не могу Резать Да Никак Руки Молнии Но только На одного Тархона Я могу Не убить Просто Понимаете Тут Надо Аркадить Я считаю А Брюс Чего Брюс Грянку Закинет Давай Грянуч Руки Тоже Больше Урона Правильно 4 7 5 6 4 7 Да И Более Ювелирно Можно Им там Да Давай Вот Так Вот Вроде Даже Дверь Снимем Випа Спасти Можно Так Укрытие Ооо Слушайте А я же Зафейлил Я же Сейчас Не пройду К ним Просто Никак Мне нужно Кидать туда Светошум Револьвером Стрелять По кому Стреляется То есть 6 Давай Вайпером Не факт Что Хватит Ему Хватило Окей Браток Заходит Да Я встал Просто Класс Я не могу По нему А Мне Могу 67 Давай Ну я Светошум Сделаю Надеюсь Что это мне Поможет Хотя Он У меня там Кавера нет Нифига Пошел Светошум На своих Не действует Да Ну вот Если бы я не Забарикадировал Еще было бы Мне Пара выстрелов Протокол Помощи Сделаю Может На випа Вообще Лучше Да Давай Випа Екатерина Сидорова Ну это Одноклассница Моя Практически Лут Скорее Какой Лут Скорее Абсолютно Нет Ну хотя На самом деле Ты прав Штурмовика Можно На половину Хода Подвести Ему То Пофиг уже Ну скорее Все равно Не нужно Еще один Протокол Помощи На миксера У него брони Нет В отличии от Хэвика Там две брони Миксера Нужно Сейвить Да Архона Не заметил В этом паке Думал Как бы Ну и Еще потом Встал Хотя Не факт Что Архона И так Был Убил Даже Если Трое Вот Эти Вот Действовали Беги Ничего Не делай О Ушел Вообще Ушел Правильно Вообще Я бы Вышел Как Говорил Бигман В свое Время Сейчас Еще Да Сейчас Еще Пойдет Подкрепа Но мы Ее Примем Конечно же Я буду Подходить И добивать Архона Тем Ну Кто Кто по нему Хорошо Стреляет Но учитывая То что Здесь Точность Уже Не топовая Надо Все таки Братком Сначала Подойти И повесить На него Меточку Опять же Прежде Чем Наваливать Отлично Еще Попал На 63% Хорошо Паша Хорошо Здесь Уже Стреляем 99 Клонение Правда Еще бы Парочку Оставить На овер Уотч То есть Надо Михаила Точно Вот сюда На овер Ставить Лут Брать Ну Чтобы Хоть Постреляли Мы По Тем Кто Прилетит Хотя Бразок Ядро Иллирия Фига Апгрейды На пушки Нужны Так Здесь Наверное Имеет Смысл Хотя Быха Подвести Я Уже Не Успеваю Ой Это Не Хэвик Это Вип Это Бегу До Точки Эвакуации Випом Сейчас Два Раза Эти Брюса С этой Точки Уведем Револьвера Тоже На Хелп Так Давай-ка Брюса Сюда Сразу Набивай Мархонт Да Он Такой Плотный Капец Это Было Близко Хотя Он был Отравлен Он бы Сдох Все Так Хорошо Подкреп Смотрим Кто Как Где Зачем Почему В каком Составе В этом Всего Три Человека Более Менее Близко Даже Два Но Я Вроде Вижу Солдат Мэг И два Солдата Солдата Обычный Мэг Красивый Белый С Трешечкой Армора Скорее Всего И Второй Два Армора Сейчас Еще Михаил Тут Девятка Урона Так Он Все Уже Да Там Патроны Специализированные Да Минус Мэг Просто Хорош Главное Еще Цель Правильную Выбрал Такую Что Не Подкопаешься Ап У меня Нет Поэтому Попробуем Эвакуироваться Сразу Может Даже Успеем Тут Не Так Уж И Сложно В общем В общем Сюда Снимаем Укрытие Скорее Всего Но Не успеваю Я всеми Прям В этот ход Уйти Да И не успел Бы В общем Так что Надо Так Михаилом Валим Протокол Нападения Юзнуть Не могу Стоп А я что Не добегаю Вообще Никак А не Браток Ж еще Есть Забыл Браток 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 Жги Браток Не показали Крупничком Левел Ап Братку За Это Поддерживаем Ну И Бежим Не Эта миссия Тоже Простая Была Сравнительно Когда Есть Разведка Толковая Когда Специалисты Качанные Хэвики Ну и Сейчас Еще Противников Новых Я думал Что здесь Уже Будут Кислотные Вот Эти Вот Или Бронированные Мутоны Три Хода До Эвакуации Ушли Мы Пак Один Пропустили Ну И Так Сойдет Чаще Все Под Огнем Даже Никого Нет То Есть Противники Не Стреляли Получается Вообще Ну Да Был Только Мэг Который Мог Стрельнуть Но Не Стрельнул Все Чаще Все Под Огнем Никого Там Две Черточки Такие Может Солдаты Сделать С Таким Именем Чтобы Не Было Такой Темы Левелап Убратка Двойной Выстрел Или Гремучая Смесь Да Радиус И Урон На 2 От Гренок Хотя Он Не Гренадер Но Все Это Круче Пара Ядер Лерия Сплав Ученый Екатерина Сидорова На 14 Увеличивает Турельки Сейчас Исследуем И Возможно Сразу Поставим Защиту Да На 4 Бакса Я Как раз Развернусь Инжей Не Хватает Ну Инжи Одного Освободим От Реле Питания Вот От Этого Двух Даже Освободим Сделаем Реле Питание Это И Можно Его Сразу Будет Апнуть Повышает Доход С Региона Нет Мне Нужны Нужны Ретранслятор И Подключать Еще Регионы Соседние Две штучки Желательно Сразу же Турели Адвента Исследованы Защитная Матрица Это Нужно Сделать Но Бабла Нет Планшет Адвента Шифрование 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 Приседливость Передовую Матрицу Самое сложнейшее Пришельство Волнуют Пугает Новременно Системы Шифрование Пришельцев Давайте Попробуем Его Я не знаю Что там будет О, он Эксперта Привет Костюм Паук Готов Облегченный Костюм Улучшенная Защита Повышает Мобильность Крюком Я Штурмовику Естественно Дам Своему Пока Не забыл Кажется У него Такая же По боевым Характеристикам Как и Стандартной Брони Только Как раз Больше Мобильности Михаил Рейнджер Оснащение Бронехищника Четверочка Паук Четыре Мобильность И двадцатка Уклонения И захват Еще есть Паук Полетел Молодец Хорошо Очень Крутный Миха Очень Молодец Хвалю Надо Такой же Прическа Будет Сделать Так Привет Миха Дело 108 У нас В зоне Испытания Делать Сейчас Патроны То есть Там Простой Никакого Нет Здесь Строительство Тоже Идет Своим Ходом Вроде Как Все Ресурсы Сейчас Ресурсов Хороший Должен Кусок Прийти 340 Капрал Или капитан Джей Браун И доктора Можно взять Так Так Что Что У нас Тут Месячные Расходы На Разведку Вот Это Хреновый Ивент Я Открою Эту Штуку Надо было Не 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 Хватит Нет Смысла Нет Грейдить Гремлинов Только Деньги Потеряю А деньги Мне Сейчас И Оптимист Еще Раз Рано 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 Опа Рейд За Материалами Да Сейчас Сделаем Скорее Всего Снайперскую Винтовку Хорошую Пора Уже И Соответственно Я смогу Тогда Снайперу Навесить Еще Один Мод На Оружие Да Которых У меня Нет Тут Только Воля Опять же На Психа Нужно Но Пушка Лучше Стала Револьвером Особо Ничего Не Поменялось У меня В плане Команды Поэтому Сейчас Новый Месяц Точно Противники Должны Новые Добавиться Я бы Андромедона Убил Вскрыл Бо И Кисло Сделал А У Миксера К сожалению Слот Исчез И я Святошум Дам Саппорту Ой Илюха Там Какой Святошум Илюха Все Отлично Воля Псидефенса Не Офенс Так Я Исходил Из Логики Что Как бы Воля Повыжать Тому Кто Типа Самый Важный А захватывать Будут Всех То есть А важнее В лейте Псих Ну Как-то Так Но Не уверен Что это Правильно Рейд за материалами Повторюсь Одна из самых Простых Миссий Сейчас я Вернусь Через минутку Через минутку Продолжение следует... Пока не забыл Хотел еще сказать Что Когда Мы приближаемся В плане званий К максимуму Уже потихонечку Да Там осталось 2-3 звания До конца И Нужно Как появятся Деньги с регионом Подключим Еще Несколько регионов Можно будет Кстати На черный рынок Надо еще Слетать В этом месяце Надо будет Уже потихонечку Покупать Специалистов И их потихонечку Подтягивать Для того Чтобы была Действительно Замена Ох Мобильность Какая у Михаила Ох Так У нас маскировка Нет ограничений По количеству ходов Выбираем направление По которому Будем двигаться Это скорее всего Будет правое направление Потому что мы Чуть смещены Еще Побежали Может имеет Смысл Учить Поехали Турельки Могут быть На таких Поездах Еще Воу Да Неудачно Получилось Ну как Неудачно Нормально Справимся Еще посмотрим Может второй пак Какой-нибудь Поблизости выйдет Я никакой не вышел Но я считаю Надо начинать Надо начинать С Братка Пожалуй Работаем Эй Тихо Найди 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 Здесь где-то Вот я Дурик Так что ли Дэмэдж не нанес Воу Нашел Ох уж эти Выцеливания Гранатами Столько вариантов Бах Минус армор Урон Упал Еще сейчас Ноги Оп Еще Отлично Постреляем Постреляем Легонца Брюс Накуда Мажут Блин Что я с этим Сделаю Ну это Понятно Убьем Но я не справляюсь Не справляюсь Даже Даже если Прям Полностью Заряжу Хотя Может и Справлюсь Три Три выстрела По архуну Сделаю Если он горит Еще Ладно Давай Ты сможешь Двас И руки молнии Скорее всего Чтобы иметь Еще Один на один Чтобы иметь Вероятность Убить того И не спалиться Нет Фух Убил архуну Ну какой О Левелап У револьвера Левелап Точно Вот после этой миссии Напомните Если я забуду Надо О Лут Еще Надо Обязательно Револьвера Сразу Переучиваться У него Новая пушка Появилась И Как бы Ой Плохо Сейчас Пулем Скорее всего Я же не в маскировке Капец Плохо Ладно Мэг не такой страшный Офицер Плюс Плюс Кто там еще Обычный Солдат Опа Вот это хуже Еще один Пак Мутон и сектоид Если вас Просто двое То норм Как в межсмисе Советую выполнить Исследование На Илере Открыть доски Последней бронеоружии Да кстати Это правда Так Бочка Неплохо Скорее всего Надо бить Вот так Вот Просто Сразу Снесем Михаилом Поехали Раз Ну не зря Патроны У него Причем У него тут Слева полуукрытие Справа Фулкавр И он еще С безжалостностью Может сливнуть Здесь конечно Приоритет на Мутона Но Мутона Может быть Даже фланговать Будет проще Чем Ну фланговать И метку ставить Крайне мере Да давай так Я бы хотел Светошумом Помочь Справа Игорь Муткин Гренку Закинул Налево Револьвером Постреляем Окей Не Не как Вообще Да Очень далеко Ладно Тогда Михаил Скорее всего Отходить будет Здесь Гренку Делаем Увы Так И Мутона Сейчас будем С флангов Уничтожать Сектоид Пофиг Давай Меточку Поставим Сначала Намутона 66 Промазали Тут револьвер Из винтовки Но видит Только сектоида Это как бы Фейл Здесь мы Точно Отступаем Сейчас осталось А Утрое Еще Можно Якобы Вот так Вот Обойти Главное Чтоб слева Не было Пак И Мутоном С хорошей Точностью И возможным Критом И возможный Крит Так Протокол Протокол Нет Нет Протокол Почему нет Протокол Уже Может Сработать Солдата Даже Трогать Не хочется Револьвер Будет Мутона Добивать И я Даже Наверное Его Не Револьвер Лучше Не подводить Так Агрессивно Отсюда Можно Мутоном Полу Кавер Убить Револьвер С этим Точно Справится Хотя Нет Не точно 90% Блин Света Шум На Мутона Здесь Снайпер Е-мое Да у него Сейчас Там Зона Будет Там Короче Надо Привольвер Переучивать Сразу Делать Из него Толкового Снайпера То есть Он И так Хорошо Он Во-первых Оправдал План Что Типа Сначала Пистолетный Ты А потом Ты Рейнджовый Ой Опасно Ну потому Что Он Один Из самых Результативных Тоже Бойцов Где-то В топ Три Входит Хотя Если Старых Снайперов Вспомнить Они Там Нифига Себе Пробил Полу Кавер Под Ранение Рейнджовый Вальвер Под контроль Блин Это Это Серьезно Уже Так Практически Нет Я Буду Рад Любому Давай Жги Ой По своим Сейчас Мог Попасть Вот Так Ювелир Михаил Сектоид Надо Добить Я могу С криком Но Я Рискую Просто Спулить Пак Не хочу Этого Делать Разрыв А Давай Хорош Просто Минус Сразу Такие Вот Саппорты Клево У нас Так Есть Илюха В принципе Миша Может Сюда Приджониться По Фаст Подставляется Под этого Упыря Офицера Титан Скорее Всего Там Нас Протоколы Всякие Да Разные Буду Спасать Михаил Сектоиды Флангуем Убиваем Его Я Подставился Правда Под Офицера Но Скорее Всего Я Просто Буду Буду Сейчас По Нему Стрелять Снесу Ковер Ракетку Пущу Чтобы Так Ювелирно Правда Чтобы Стоп Подожди Ювелирно Надо Так Чтобы Ничего Не Задеть Кроме Камней И Его Непосредственно Поехали Да Получилось А можно было В вагон Зайти Прикольно Так У револьвера Есть уже Есть уже Ловла Поэтому Я хочу Титаном Пострелять Рискованно Правда Но Учитывая 90% Нет Рискованно Слишком Давай Лучше Рево Пусть Добьет Если Не Добьет То Я Хоть Подлечусь Или Уйду Из Подогня Хорошо Так Это Два Пака Лечимся Титаном Вообще Аптечки Можно Тоже Было Было Грейдану То Змею Исследовать Вайпером А то Уже Такое Количество ХП Что Спокойно Хорошо Баскировочка Пошла Проводим Дальше Разведку Оп Ясно О Два Простых Мели И Офицер Перегруппировываю Товарищей Направо Тем более Тут Все Горит Может Еще Хильнут С Титаном Да Давай Все равно Заряд Есть В запасе А тут Три пака Говорят В общем Ясно Перезаряжаемся Тут Я уже Мог бы Не Не спорю Перезаряжаюсь Михаилом Овервотч Посмотрим Куда пойдут Если ко мне То я могу На двух Овервотчах Его славить Есть А все потому Что маскировка Маскировка Топовый Конечно Скилл Попадание От Брюса Давайте 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 Ребят Подходим Еще один Овер Ой Хорош Слон Еще Семерочку Подзад Так Так Милишного Флангуем Слоном Урона Очень мало Наносим Разрыв Был в КД А кто Еще Может Обойти Ты его Так Давайте Братком Не обходит Видите Как Не хватило Клеточки Одной Пойду Все Ок Тут 57 Снайперской Михаила Не хочется Давайте Попробуем Сначала Попасть Попасть Титаном Ну мало ли 45 Сработает Хорош Я не хотел Просто Чтобы Экспа Мимо Проходила Револьвер Уже Перекормлен В этой Миссии Поэтому Его Его Не стоит Ему не стоит Келси Без Надо Сидавать Двигаемся Дальше Миксером О Три Сектоида Ой Сверх Никчемный Пак Я хочу Подойти Опять же Так Чтобы Максимально Близко Подовер Воч Револьвер Правда Видит Уже Ну общий Вид Неудивительно Перезарядка Если пойдут Ну не Не пошли Они кажется Там В принципе Не будут ходить Поэтому Можно я думаю Начинать Мочить Козлов Револьвером Снимаю Потому что Скорее Он не убьет Там Крит Не пропрет Пропер Крит Красавчик Ну и двое Остается Ну Вовер 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 Они даже Не сагрились Сейчас Должны Вроде Как Нет Нет У них Все Нормально Ничего Не Произошло Просто Один Из Братьев Сектоидов Просто Упал Ну Мало Или что У них Может быть Может Что-то Нормально А Все Спылили Наконец Опа Вот Архоны Я И не Приметил Это Два Пака Хорошо О Хорошо Как обычно Начинаем С братка Надо вспомнить Еще про слона Про разломы Архоны Мочим Просто Айл Кузнецов Пробует попасть В Архоны 49% Метку Только метку Поставили Может А у него уже есть Кажется Патрон на точность Просто у Архона Там 25 Защиты А где слон Вот он слон А Недостаточно Боеприпасов У него Свободная Перезарядка Оооо Все я понял Поехали Побольше Свободных Перезарядок Слону Он вообще Жжет Просто Архоны Бьем Револьвером Он не убьет Потому что крита Нет вообще Никакого И Даем Они ждали Друга Архона Да Ну давайте Хэвиком Еще Брюсом Мажет Ну Самый неопытный В нашей текущей Бригаде Там Архона Сколько? Нормально Добиваем ему протоколом Атаки Нападение Урон 7 Оказывается Я вот не знал Что Архон Это механика То есть Как его И сломать Что ли Можно? А нет Это не механика Просто плюс 3 И действует И на Гремленов Тоже Ха-ха Так Ну я Вскрываюсь Потому что Это скорее всего Последние паки Поэтому Просто Мочим Оставляем Одного Бедолагу Сектоидом Бостит Ну и Что же Сделать Маленький Сектоид Зомби Поднимешь Все Атаку Сделаешь Зомби Подним Окей Ну что тут Скажешь Страшно Конечно До сих пор Не знаю Дают ли За зомбарей Экспу Опа Туреточка Ну туреточка Может и Туреточку Не стоит Наверное Убивать Добиваю Зомбаря Обратком И Убиваюсь Сектоида Михаила А после Как убью Могу Просто Отступить От туретки Если Конечно Останется Еще кто-то Ну кажется Это все И так Уже Пять Паков Вроде Вроде Хорошо Все Все Изи Сейчас у нас ресурсы Эти персональные боевые модули Надо накидать Уклонение Михаилу Тому же самому Дать И он будет Не только у него там Двадцатка От армора Не только Тридцатка От протокола защиты Но еще будет Там Двадцать пять Что ли Вот В общем Сложно будет ему Серьезный урон Доместим Дают Говорят Экспу Да Да Хорошо Спасибо большое А если сначала Сектоида убить То вроде За зомбаря Не дают И лериум Надо изучать Тоже Что половой лап Два же Один Револьвер Вот Если вы не двигались В прошлом ходу Получаете меткость Вероятность Ну да Верный Уже с зоной поражения Верный Дает Делать из него Очень серьезного Товарища Уклонение Двадцать три Настройка спуска Базовая Материалов Сто шестьдесят Элери Сплавы Надо сейчас На рынок Слетать Короче Первое Что я делаю Это Отправляю Наверное Одного Да Надо одного Инженера Брать отсюда Ставить его Подождите А в центре Военных Переучивания Сколько будет Длиться Влияет ли Инженер На переучивание Десять дней Кажется не влияет Влияет только На восстановление Сейчас проверим Там кажется Фиксированные Десять дней Поэтому Да Не влияет Тогда Возвращаем Инжан Раскопку Надеюсь Что в течении Десяти дней Не будет серьезных Миссий Ну Так что Привальвер Прям Очень нужен Был Второй Момент Это Модуль Уклонения Михаилу Персональный Боевой У него Единичка Мобильность Но скорее всего Надежнее Ему Дать Хотя нет Надежнее Какому-нибудь Хэвику Ой Инжа Посыл Мне туда Говорят Один Инж Стоит Псила Убрался В принципе Можно мастерскую Когда контакты Подойдут Когда Когда Псила Раборатория Подойдет Или когда Контакты Нужны Но чтобы Мастерская Работала На полную Катушку В Зоне Испытаний У нас Экспериментальные Гранаты Делаются Чтобы Найти Здесь Планшет Адвента Я на рынок Сейчас полечу Пока не забыл Хотя подождите Там ретранслятор О Мощность Мстителя На единичку Хотя Вот это уже Не критично На самом деле Потому что Мощность Мстителя Это У меня и так На модуле Спутниковой Теми же Самыми Гремлинами Это все Апается легко Так что Наверное Не стоит Неделю Тратить Труберсерка Лазерный прицел Труп архонта Отлично Труп архонта Труберсерка Лазерный прицел Пятерочка Чушь Вот Соточку Из ниоткуда Добыли А по покупке Что? Опа Так А ультраскорость Ох Рейнджер еще Ультраскорость Это плюс 4 Скорости Или сколько Подскажите пожалуйста И улучшенный Лазерный Я наверное возьму Что разведданных Мне сейчас хватит Для того Чтобы Приджонить Даже две Этих Потому что сейчас Планшет еще придет Иллерию Скоряй 4 Скоро Иллерий Ладно Давайте Иллерию Искорим Жалко Блин Тогда я сразу На Иллерии Переключусь А тут Контакт Буду устанавливать Да 65 Контакты На Максе Расшифровка Разведданные Есть Хватит Как раз Видит 93 Отлично Иллерий 9 дней Всего лишь Стоило ли на того В общем Нет свободных Инжей Гранатка Сейчас придет Одна Кислотная Наконец-то Ребята Кислотка Пошла Ох Ну это Минус 3 Армора Насколько Понимаю Это Лучше Гренка Против Бронированных Целей Еще бы Конечно Одну Запилить Но Уже Появление Такой Такой Гренки Это Урон Броне 1 Ой То есть 2 Почему Эффективнее Осколочных У плазменной Тоже 2 2 Минус 2 Без Бафа Ясно Ладно Делаем Еще Одну Гренку Все Таки Второй Есть Загрейди В зоне Гранаты Кстати У меня же Еще есть Действительно В зоне Испытания Серия И в офицерской Школе Раз деньги Есть Давайте Производство Предметов Во-первых Посмотрим Псиусилитель Конечно Нет Не здесь В Зоне Испытаний Улучшенная Взрывчатка Вот что Нужно Было Делать 11 Дней Это Очень Важно Там Вроде И урон И И Все Пси Готов Показываем Отсек Так И Под Это Дело Я Мастерскую Грейдану Еще Одного Инжа Сюда И Сейчас Раскидаем Инженеров Так Чтобы В смысле Гремлинов Так Чтобы Да Раз Один На Пси Лабу Сюда Даже Товарищ Нужно На Обучение Эй А Че Никак А Нет Свободных Слушайте У меня Револьвер Еще Переучивается Ооо Так А здесь В зоне Кто Гремлин Да Здесь Ставим Еще Одного Гремлина И Получается Что Мастерская Работает На Четыре Штуки Вообще Реле питания Надо По-хорошему Было Делать Рядом С Мастерской Хотя Бо Единичку Сейчас Я Наверное Может Слетать Купить Человека На Замену Потому Что Вдруг Сейчас Будет Да Давайте На Черный Рынок Слетаю Куплю Одного Капрала Вроде Как Есть Потому Потому Что Если Вдруг Сейчас Миссия Какая Срочная Могу Это Не Сюда На Базу Лети Господи Тороплюсь Ошибаюсь Потратил Где-то 10 Часов Времени 235 Вот Прилетели Е-моё Когда Ресурсы Нескор Ресурсы Возвращаемся Восстанавливать Контакт А если бы я запомнил Я бы не потратил Эти сутки Сейчас Перелет А вот и цели Стоимость разведданных Инженера Очень Экстремально Сложно Капец Здесь у нас Материалы Демонстрации Это чушь А здесь Разведданные Время объекта 4 недели Тоже Экстремально Сложно Стоимость Разведданных Вот Не хочу То есть Надо На этом Миссии Лететь Мне эти разведданные Компенсируют Только на один Регион Тему Лабы построил Новобранца Не построил Да Сейчас Возьмем пару Новобранцев Сейчас Сейчас Возьмем Да Есть деньги На них Нужен 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 Другого Профиля Специалист Там Нулевых Можно брать Спокойно Не улучшил Пси Лабу Все Да Я полечу Слемингами Сюда Ну с двумя Получается Да Это Тэй И Брюс Но они Хэвики В общем Снять броню Экзоскелет Пожалуй Запилю Если он Есть Конечно Нет Хэвики Это все Со мной Нет Снайпера Нет Специалиста Одного Кому уклонение Брать Танку Главному Братку Он Часто С броней Вперед Лезет И Как бы Уклонение Еще Увеличивает Вероятность Уменьшить Урон Один ХП Снимаем Ну ладно Я Илюхи Не вижу Куда Дели Ильи Вообще Тут С патронами Полная Беда М Светошум Второй Светошум Нужен Эти тейки Светошум Дадим У меня Саппорта Еще нет Нужно Аптечку Дать Хотя Готово Вот поэтому И нужна Замена Понимаете Всегда Чтобы Были Было Два Три Человека На Случай Если Ты Миссию Зафейлишь Прошлое Все А сейчас Сложность Будет Серьезной В миссии Снайпера Нет И Специалиста Лучшего Нет Апнул бы В партизанке Эффект ПБС Да Надо было Тоже Это сделать Надо было Деньги То есть Захватите И защитите Передатчик Окей Такого Серьезного Ну Такого Серьезного Ограничения По времени Опять же Не будет В этом Нанесим Прилетели О Армор Очень близко Сразу Видим Сектоида Рядом С передатчиком Я видел Еще вышку Кажется По дороге Да Казалось Нет Вот она Хорошо Михаил Ты у нас Есть Это самое Главное Разведка Значит Имеется Раз Оп Турелька Турелька Попробуем Ну Мы В общем-то Можем ее Насколько я понимаю Сразу Гуфнуть Да 8 хитов Но Я бы Оценил Захват Именно Этой Турели Именно Захват Что Она вроде Не очень Сложно Захватывается 42% Это Не то Подходим Проверяем Фланг Еще Муном Вперед Лезем Опа Пак Маленький Такой Рядом С бензоколонкой Стоит Ничего Не боится Ну Сюда Тогда Подвожу Хэвика Будем Убивать И Тейку Сюда Подведу Че там Взрывается Нехило Змея Стреляет Подходит Мутон С сектоидом Слева Ну С них И начнем Вот Только Куда Они Делись Поехали. капец да я не хочу на турельку инициировать потому что я потеряю ценнейший клёвый овервотч зачем нет а вот они тихо 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 только не фланг у андромидон как вовремя кислотные появились да тут жара вы понимаете что вокруг меня 4 пока плюс стрелька даже капец передатчик тоже на 3 бит я еще в полу укрытия где сижу сдвигаться направо пропускать ход мест не хватит там же еще слева мутон надо сдвигаться вправо ребят потому что еще следующий пак есть горюткин заходит сюда михаил михаил так вообще валить всеми надо особенно дальними ну я вряд ли был просто унес туретка андромидон секто и два мутоны еще слева мутоны секто это прям по курсу могут согреться змея секто это как минимум вообще зачем это то есть одну я не знаю зачем это не нужно вообще вообще-то ой блин ну хотя если они соберутся в кучу вообще твою ж медь как больно стабьет и над действовать любом случае стоять стоит стоит отлично сейчас закроем это все дело да тем более они палят меня следующий ход так тут явно нужно кисло . и фигарить оставлять техника то есть ты с кислоткой закрываешь скорее всего всех да ну кроме сектоида несчастного главное то надо проверить что дает взлом мало ли 40 процентов дезориентация на два хода раскрывает позицию окей значит это позже ну то есть даже не позже даже не нужно это делать я не буду овервочить пацанами совы я то есть 2 хэвика не овервочат мун тоже не овервочат штурм тоже не овервочат и специалист тоже не овервочат короче просто стреляю а дальше разбираемся потому что я с овервочин и несу меньше урона чем с той же самой продвинутой гренки поехали бах минус 2 армора у всех кислота урон дон драме дон дикий здесь конечно это будет жесть и михаилу надо раскрываться будет скорее всего сразу же а там еще щит я не заметил капец вы жесть ребята так скорее всего сюда машину взрывать щитовика убивать это раз хотя возможно и михаил скорее всего пойдет просто ультовать здесь и люха будет и светошум а здесь будет болен протокол плюс что-то разрыв вообще хорошо должен пойти но разрыв только нам утону может быть это даже и хорошо что только нам утону разрыв протокол помощи на кого вот чем вопрос а вы же туретка не будешь убивать про такого нападения ты не можешь туретку бит про так туретка вообще меньше из зол там у нее и урон и точность хреновая так что давай-ка ты лучше действительно мутона этого опасного который флангуют убьешь ой какая грязь то опасно конечно андромедон плюс два этих щитовик это так поскольку поскольку скорее всего надо просто пытаться закидывать вот так вот андромедона с щитовиком игорь уткин до игоря уткин это больше других вариантов то нет поехал ну мог отойти кстати это правильно было бы тема если по натошел а то и так а машина нет не алё я же вроде машину задел хрен с 2 ты и задел майкер точно будет стрелять вопрос по кому мутона гарантированно гуф нет андромедона очень много хп снимет после этого же андромедона можно будет заблочить правильно он же техникой становится просто как его отпускает и тогда я смогу его попробовать вырубить надо разделяться здесь и закидывать сюда рокет короче пошла аркада я уже не продумываю выходы я чувствую приблизительно что я должен делать пытаюсь это сделать это неправильно ну давай в машинка ну где взрыв то на 4 то вышли есть хорошо этого 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 нет так у нас осталось всего три человека и при этом я типа должен андромедона как-то вырубить капец и сломать его полностью еще хорошо бы мутона сломать конечно ты сломаешь слушать а флешка действует на андромедона если действует я вот так вот закину а этого убью мутона как флешка действует это вроде в первой фазе не техника так что должна действовать только пожалуйста эксперты пусть говорят они эксперты вообще я думаю нужно этих накрывать а у я этого врубать и все и терпеть или ставить илюху мы не знаем все гуглят флешка подействует вот знаете в чем смысл я знаю что илюха точно подействует подействует ли флешкой я не знаю полиция еще так не хочется потому что я могу змею вы выманить флешка хороша а я могу и флешка илюх ребят все давайте перестраховываясь лучше ну пишет что дезориентация есть главное сейчас не спулить следующий пак не спалил убиваем мутона который не дезориентирован и сейчас илью еще муном кидаем я могу из пистолета еще стрелять разок да конечно ему нам которого нет действия красавчик михаил чуть-чуть чуть-чуть илюху подальше то есть подальше от своих чтобы гренку не кинули в него ну и молимся миксер может отойти в общем-то но нас как говорится и здесь неплохо кормят ну чтобы делать андромедон он же стреляет дико ой 3 кислотный ожог все дезориентации там передатчик правда месяц и очень больно месяц у нас есть еще один ход гарантированы не что-то он делает твой тихо не надо нет а илюха илюха держись 10 без крита вот это урон я понимаю и туреточка еще илюха спас нас всех как обычно сейчас разлом скорее всего чтобы пробить вот эту часть разрыв но только после братка что могу не попасть давай потому что когда у него будет форма другая там и м патрон от михаила и протокол атаки от специалиста и блокировка от специалиста там все будет совсем по-другому а вот первую фазу хотелось бы давай разрыв и крит вообще дает раз хитов лут из него но как мы знаем это типа два разных юнита неопытный из крита у меня нет а по нему и не будет крита насколько понимаю да сам себе такой клёвый давай-ка хорошо пошло а да специалиста нет блин но по нему сейчас все бьют с очень хорошей вероятностью я не хочу давать муну экспу потому что он как бы не очень поэтому просто им стреляем так что знаем что он не не алё от туретка то что делать туретку что надо еще бомбить блин было ракета в нее пульную что ли хорошо рисковал сейчас лучше было подойти конечно ракету сколько 47 очень высокая вероятность того что все плохо а сопреснуть можно проверим если можно сопреснуть то как бы все она не попадет у нее точно 65 даже с фланга там как-то это не с фланга у нее нет фланга здесь слот на ожог еще до кислотных нужно побольше еще парочку гранат и сделать одну хотя бы одну одну пробил сделать такую очень крутая господи все вот сейчас надо уже перехватывать этих хупырей одного выстрела можем не выдержать я маскировочка в рублю ворвусь туда хотя маскировочка может не помочь потому что вышка стоит ладно в любом случае маскировка там посмотрим а сначала туретку снять туретку снять нужно так чтобы чтобы ты был под кавером на случай протоколом нападения просто убиваем на случай если те спулются я буду не в кавере если они вправо все убегут например так туретку сняли сейчас михаил должен иметь возможность добежать хотя бы вот так и снайперу с общим видом мы можем уже дать инфу о цели да о архонт но делать то ничего ребят ждать их смысла нет надо подходить и надо агрить их на себя просто причем агрить скорее всего нужно гренкой смысле да гранатой а ракета долетит вот вот ракеты лучше пусть попадет только по одному сектоиду но я хотя бы сейчас не спалюсь они не разбегутся добро архона самое главное сейчас убить архона лучше лучше с не приоритете я вижу что там два хода я могу следующий взять сейчас главное в миссию не зафейлить лучше что такие неопытные вообще так тейка скорее всего сюда плюс взрывает и машину и архоном потому что потому что больше урона гарантированно мы нанести не можем и и скорее всего мун будет светошум кидать он там подойдет на пол хода ну и чё там все кто это не алё умрет не умрет не он далеко в общем мун и светошум миксер может пострелять здесь тоже могу пострелять короче убиваем просто архоны и все все у него вливаем и тогда без светошума обойдемся 94 по архонт а кто еще может только мун светошум только на архона опять же потому что сектоидов лучше не блочить чтобы они не стреляли и все остается один михаил если критонет и попадет убьет но если уклонение не сработает промах просто 92 пробах здрасте вот и как с такими работать бывает но я хотя бы отвлек их от передатчик понимаете что ты делаешь муна только не трожь нет ха-ха из ориентации ну хотя мог попасть если попал бы убил сектоидов мы ждем зомбарей все это зомби поднимает сейчас нужно убрать на этом ходу да будет один ход к зомбарю подойти кого кем-нибудь там ваншот на телесе кто это сразу обойти тейку пытается за контроль из дальней парика она неопытная тоже 2 2 лемминга а по зомби стрелял фух я уже думал что по своим стреляет ты окей извините так добегает до лута в общем он должен до лута добегать просто и и возможно сектоида с пистолета хотя от не хочется что там у нас улучшенные прицелы 2 ядра но улучшенные просто улучшены то есть десяточка точности мун пусть тогда из пистолета по зомбарю выстрелят облегчая задачу следующему нашему бойцу на убийство здесь архон живучий здесь скорее всего фланг и минус зомби экспы ради слон слон скорее всего по архону просто протоколом будет лепить это надежно но он не может этого делать потому что видимо не видит подведем так что видел как раз нам 4 хита бриус что бриус бриус может взорвать этого что лута нет и зомбаря которого он контролит тоже нет остается один сектоид который скорее всего тоже должен сейчас поднимать зомбаря даже если он стреляет у меня только один человек подставлен флангом и это левинг решил свалить за полу кавер бедолага ух менас 1 5 нечетруйте все остальные враги и обращайте закрепите читал дата удаляется мы потеряли что-то информацию у нас в материнском миссия провален провален миссия сиктует такая скотина просто отошел убил передатчик такая жесть слабо михаил я был уверен что последний майкера сейчас убьют так протокол блокировки может успеем так а какой там бонус был на взломе там неуязвимость вроде к двум ходам кажется да там дезориентация на 40 процентов дезориентация меня может жизнь спасти миша что натворил что я натворил тут слон еще с этим он тяжелый мэг под контроль не возьмет он только заблочит его но там даже так народу там столько блин что ну хотя если оглушит оглушит милишный 65 капец вот и думай что делать оглушать на 65 или дезориентировать не оглушать надо пытаться и мог бы захватить но оглушение уже хорошо так у мэка просто самый высокий из тех товарищей урона побегут на михаила глушит и могут не бить дальше там минорное ранение на вот мэк мог ретануть сзади вообще капец жестком так срочно нужно help подходить можно сопрестность попробовать еще если увидим а-а-а-а тут еще 6 сектоид но сектоид не должен серьезную давай сопрестимся кто и да да жесть а там еще пак из четырех человек капец и три милишника но милишники вроде ну добегают до 1 но до до нижних уже нет ну давай убей его отлично хорошо сектоиды засняли мег два хода отключен ну вот эти да эти будут мочить меня может уклонение хорош а почему и протокол помощь не езнул а эвакуацию можно было сделать 6 урона эвакуацию можно было туда кинуть майкер умер блин какая игра ты только-только расслабишься и тебя просто лицом в такую грязь опускают что ты понимаешь что как бы расслабляться вообще нельзя все офицер который был там на 20 25 миссиях один из ключевых персонажей гуф все его нет это просто жесть как она есть еще гренок не осталось нужно этих убивать а там еще мак сейчас придет в себя и нужно скорее всего мун отдавать пускать его куда-нибудь сюда под мэка что четыре шестьдесят четыре шестьдесят четыре ёпресса тэ а я не вижу на и и и и и и и и и ребят попадите пожалуйста 62 брюса давай хорош остается один милишник и мэг надеюсь что они пойдут на муна все-таки но если пойдут на этих тут броня и пп огромное количество мэг действует давай влево иди иди влево но он вниз скорее все пойдет давай давай муна 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 нет нет ой блин ой блин так 4 хита разрыв армор сняли с хэвика но бьет другого хорошо так протокола атаки нет брюсом типа надо армору у мэка убивать но по нему хрен попадешь ты-ка давай тяжело копейщиком надо сопреснуть будет его вторым хэвиком да конечно как-то сопреснешь если ты почему ты его не видишь скажи мне пожалуйста вот с какого перепугу ты его не видишь так у него ауф кд поэтому можно наверное стреляем в общем метку ставим сейчас броню надо ломать или сопреснет лучшего сопреснет лучше михаэл его протокол или пострелять стрелять и нормально не сможешь ну потому что ты без перезарядки она свободны когда сможешь такой аркаду о разрыв же есть давай отлично хорош сейчас может даже мун не мун его не добьет из-за армора хотя если крит добил и так хорош мун повысился майкер умер блин как в варкрафте прямо провал у бога все как привет михаил здравствуй как же замечательно что уровень развития Технология вашего так называемого сопротивления не позволяет экстренную эвакуацию офицеров с поля боя. С уважением, спикер Адвент. Ладно, есть левелап у Муна. Чушь какая. Легкое ранение, ранение. Улучшенный прицел, 15 меткость, топовая меткость. Да. Вскрытие Андромедона. Так, уважаемые, уважаемые. Лечение работает. 2, 3, 12. А почему револьвер переобучения 10 дней? Что это такое? Что это такое? Почему обнулился отчетом? Уже было 4 дня или 2 оставалось до переучивания. Я такого вообще не прокачаю. Так, мне нужны... Блин, я не знаю, что делать. Это жерево, говорят. Инженер может. Так, а при чем здесь инженер? Я не добавлял после этого инженера никакого. Говорит, необычаемый револьвер. Ну, фиг знает. Ну, все, понеслась. В ближайшее время я нифига... Короче, на черном рынке надо сбагрить. Что есть? Купить специалиста там этого? На замену хоть какого-то, блин. Тру берсерка, труп архонта. А здесь новые темы. Отлично. Тру берсерка, труп архонта. Тру берсерка, труп архонта. Да потому что, как бы, неполная численность еще револьвер подводит. Капец. Сейчас вдруг миссия за 10 дней, а он не выучится опять. Придется его убирать. Вот рейнджер. Ну, он далеко не такой высокий. Это, как бы, на два сдавания должен быть ниже, чем Михаил. Михаил, ты хорош был. А этот... Рокки. Фантом. Удар из тени. Маскировка. Ну, будем его как разведчика использовать. А, есть еще безжалостность. Я мясорубку возьму. Да, он на одно звание меньше только. Сразу ему персональный боевой модуль. Ну, мобильность. У нас что-то еще улучшение на оружие. Меткость. Меткость лучше более ценному товарищу дать. Пусть даже с заменой. А кто у нас там чаще всего стреляет? А, этому с разломом. Слону. Слону, слону, слону. Слону обязательно. У него там есть уже меткость плюс 10, кажется. Ради пятерки, что ли, делать? Не, ради пятерки не стоит. Не, давай штурмовику тогда уж, ладно. Не, ему же крит нужен. А я хотел, кажется, братку, учитывая меткость у него, да? Дать ему такой... Бабчик. Вот. У него стоит вообще шанс дополнительного действия. Все, плюс 15 меткости у Хэвика, который метки ставит. Тоже полезным. Ну что, денег нет. Михаил умер. Разведданных не хватит для того, чтобы новый этот... Надо было слетать, кстати, попробовать начать хотя бы делать... Приконнекчивать новый регион, пока он по 80 был. Ладно, да, давайте Индию доконнектим. Меткость лучше снайпера, чтобы в сериях не мазал. У него тоже десятка, кажется, или даже пятнашка стоит, поэтому... А, все, фух. В погоне за каждой лабораторию уменьшает время исследования. Спасибо, у меня нет лаборатории. Семь дней револьвер, семь дней лерий, восемь дней ресурсы. Мощность Мстителей я попробую эти шесть дней. Чтобы там инжей не трогать. Хотя, опять же, в ближайшее время... Слушайте, а может быть я пойду лучше полечусь? У меня же там есть еще раненые товарищи. Реально, это важнее. Тейка, да? Хотя нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и так уже есть. Пусть мощность будет. Главное, чтобы сейчас неделю не было ничего. Так, строительство объектов. Это ивент. Давай еще немножко. Два дня, два дня, два дня. Задание. Материалов много, разве данных много. Так, ну у нас вернулись все кроме, как говорится. Рокки новенький. Револьвер переобучается. Револьвер все еще переобучается. Я надеюсь, не сбросится там опять. Паука делаем штурмовику. Браток оставался с нами. Да, Титану делаем. Титан вернулся. Даем ему медикит. Персональный боевой модуль. Пусть будет воля. Саппорт должен, не должен паниковать. Мунт с Илюхой отвлекающими. Мунт с Илюхой отвлекающими. Брюс и Слон. Поехали. Ох, ребятушки. Как же. Майкера жалко. Знаете, очень жалко майкера. Но, кстати, дадут прилично. То есть 100 и 225, это прям денег серьезно. Главное не за... Ага, захватите или ликвидируйте вражеского ВИПа. Надо еще бур сделать один. Двум специалистам. Тогда у меня было бы больше шансов с Меками, с Туретками и прочим. Буры. Буры нужны. Задача минимум просто ликвидировать. Я, конечно, буду оценивать ситуацию там, но... Но задача минимум — его уничтожить в отведенный игрой срок. А, интел дадут только если захватишь. Я понял. А я думаю, что бур все-таки увеличивает шанс к взлому 25. Да-ра-да. О, эвакуация какая приятная, посмотрите. У меня есть новый Леминг-слыш-разведчик. В замену Михаила. Конечно, он незаменим, но тем не менее. Поехали. Работаем. Так, первый пак, два милишника, офицер. И так, в серьезном. Двенадцать ходов есть. Так, а где... Ага, вон вышка. Двигаемся до туда. Главное... Титаном туда пробежать. Даже, наверное, подальше. Хотя не факт, нет, не факт, не надо. Потому что справа могут быть враги тоже. Браток. Слона тоже. Таможня. Работаем. Фух. Ну, если не будет спускаться, то Гренка, конечно, туда полетит. Опа, видим еще пак. Две змеи и... Вип. Важный какой, со змеями ходит. Так, ну... Сначала я проверю... Что у нас тут по вышке, по взлому. Ну, ломать лучше не слоном, он менее опытный. Подкрепление отлично пофармить можно будет. Ну, на последний. Хорошо. Подкрепа так подкрепом. Ту-ти-ти-дим. Ту-ту-ти-ту-дим. Я подойду штурмевиком еще вот так. Браток. Не, лучше, чтобы не браток стрелял. Потому что у него как раз гренка клевая Пусть браток овервочит Овервоч Опа, ошибка Нет, не ошибка, нормально, тут есть еще Светошумовая Овервоч Да Стреляем Достаточно простые товарищи У них хоть жизни и побольше, чем у стартовых Но Единичка армора, которой нет Плюс они падают еще сразу же Получают тонну урона О, архун еще слева Вот он с пулицы, скорее всего Должны мелких расстрелять Побежали Раз, побежали, два Это два А третий что, как? А, два не убили В смысле, да Два не убили вторым Ну, здесь, скорее всего, я протоколом Нападения лучше убью Чем там Рандомить фланга 95% И лут еще появился Этого я Это я не сразу заметил Ну, хорошо, что, кстати, змеи не спулились Это здорово Еще один пак Кто? Офицер Я обычный Ну, это как раз мелочь Но вот вопрос, как лут брать Как брать лут, е-моё Может, по стелсу лут взять? По стелсу ты спулишь все равно Так, давайте попробую подойти так, чтобы Они не заметили меня Вот так вот точно Вот так, пожалуй Нет Да как? Бесишь Ну ладно, они подойдут, в общем-то И, может быть, левых-то мы не спулим Да, левых не спулили Предлагаю бомбить Предлагаю заливать тут все, что можно залить Единственное, что Не убивать каверу своего штурмовика А так заливаем Пошла гренка плазмная Ух ты Так, укрытие одно минус А второе, как бы, нет Так, он может сделать светошум Так, раз выпал лут Я, пожалуй, еще разок заряжу Туда Но это фиговая идея Потому что меня могут спалить Какие опции? Какие опции? Тут Все, не очень Тут можно добить Ну, как бы Вот этого не добить никак Только Мишей палять Я могу Не, лучше потратить ракету или гренку Чем светошум Вот это точно Поэтому я кидаю рокет И вот так вот И добиваем Например, титаном Следующий ход Беру лут И поле следующий пак Получается Можно сканчик запилить, кстати Так, а если я Может, я даже не спалюсь Вот так вот, если зайти Потому что там же стенка сплошная Тихо-тихо-тихо-тихо Тссс Ее Лазерный прицел Продвинутая адаптация Два здоровья И автозаряжение Не забываем, что у нас ограничения есть По количеству ходов Как-никак И, в общем-то Было бы неплохо Сокращать, блин, дистанцию О, я могу разлом сделать Да как ты? Там же не было вижена Я все никак не могу понять Когда срабатывает Когда нет О, обнаружен с фланга противник Кляучем Нарвался, е-мое Дальше там еще паки Скорее всего так Или все-таки метку Толку от метки Не, ну, разломчиком Разрывом Пыщ-пыщ Все равно светошум Будет этот скидать Да, ты можешь Рокет зарядить Чтобы Эту снять Да, но нет Самый опасный архон Все-таки Не факт Достреляй по архону Класс Понеслась Промах на 73 Для начала Ну так, чтобы скучно не было Разрыв по архону 94 Плюс увеличение урона Как он жарит Один с крита вылетел Здесь Мун Кидает Светошум Но, к сожалению Только на Одного Поэтому ждет Брюс Брюс Пробует Рокет запустить Так, чтобы Гасануть Змей Поехали Только одну Цепляет Вижу Випа Ну, кстати Я могу сейчас Может подействовать Светошум На двух Чтобы захватить Подведите Да какой Вип Вы что Какой К черту Блин Вип Там еще Же Отравление В общем Рокки можем Подставить На самом деле Убитым Например Бархону Лучше убивать Стараться Или Правую Змею Сейчас подойдем Посмотрим Какая вероятность Титана По попаданию И что По протоколу Нападения 90% 5-7 Только По вайперу Стреляет Бархону 81 8-10 Зато Ну потому Что Да Короче Лучше Протокол Юзать Я полагаю Чтобы не Попасть Просак Не 8-10 Но 7-7 Гарантированный Поэтому Пожалуй Так Тут Илюха Скорее всего Будет Тут я Архону Буду Пытаться Пытаться Ну или Я должен Пережить Выстрелы Этих По-любому Да Да Рада Живем Нормально Ха-ха А А было Неплохо Если бы Она Цепанула И он Еще Мне Разведку Дал Там Дальше Есть Маскировка На всякий Случай Я там Штурмовичком Пройду Все Добиваем Павел Кузнецов Раз Десяточка Крита Улетает Подходим 7 О Свободное Действие Легкий Курок Там Один Хит Остался У нее Давай Штурмовика Покачаем Согласен Наверное Випа Лучше Захватить Учитывая То Что Он Еще Может Что То Полезное Рассказать Но Это Не Все Это Не Все Враги Поэтому А Можно Еще Подкрепление Вызвать Сломать И вызвать Ну не сейчас Потому что Сейчас Сейчас Нужно Первоначальную Задачу Выполнить Просто Чуть Поближе Подхожу Кто там Еще Так Маскировочка Пошла Ну И Побежали Раз Полу Ковер Вижу Мирных Подхожу Еще Ближе Потому что Ну мало И тут Еще Кто-то Будет Дальше Да Два Мутона И Архон Я Наверное Крепу Снизу Буду Подходить Так Мне бы Увидеть Откуда Они Видят Они Не Видят Дальше Вот Только Отсюда Начинают Видеть То есть Ничего Страшного Не Будет Типа Если Я Подойду Сюда Хотя Музыка Настораживает Может Из-за Того Что Мы Випа Видим Перезарядка Слоном Тоже Подходим Тоже Совер Водчим Я Типа Вип Увидел Понятный Еще Стоим Просто Да Стоим Хорошо Так Стоим Чуть Дальше Подхожу Раз Вроде Больше Вокруг Паков Нет Но Нужно На самом Деле А Слушайте Нужно Еще Эвакуироваться Нет Времени Для Того Чтобы Там Еще Тянуть Надо Подходить И сразу Кидать Ему Им Гренку Тихо Отлично Работаем Эй Эй Хреново Работаем Ну Шесть ходов Это мало Мне нужно Сейчас Випа Захватить Взять его И побежать С ним Ну В принципе Тут Идти Та Два Полных Хода Так что Чисто В теории Чисто В теории Ну вот отсюда Они начинают Замечать Все В общем Вот эта точка Она такая Критичная И сюда Бы хорошо Поставить Хэвика Вот так Вот Но это Рискованно Ставлю Тихо Добро То есть На следующий Ход Я уже Так Здесь Меня Видят Здесь Тоже Видят Здесь Тоже Видят Один Ход Еще Приготовление Все Таким I'm going Я дальше Уже Слишком Рискован Особенно На последнем Ходу Это делать Это Прям Сверх Неграмотно Можно Знаете Что Сделать Нет Надо Сгренки Начинать Все Таки Сгренки Начинать Ведь они Не стоят Ой В смысле Не ходят Никуда Надо пытаться Закинуть Туда Хотя бы Да Хотя бы По двум Достать Работаем Работаем Бах Кислотный ожог Армору Одного Мутона Сняли И Понеслась О Хорошо Этот Флангуется Надо Рокки Выходить Штурмовиком Из Инвиза Мут Скорее всего Делает Светошум Стрелять Из Стрелять Из пистолета Он не будет Игорь Уткин Молодец Тут Скорее всего Протокол И Что еще Так а Светошум По кому Зайдет То он же Только двоих Гасанет И то По двоим Не достаем Дальним То есть Мунам надо Подойти Просто Подойти Поближе Скажем Сюда И Соответственно В вход Обязательно Убить ближнего Мутона А там уже Дальше Как пойдет По любому Светошум Раз Ну хотя Мутона Там даже Штурмовик Убивает Можем даже Выделить Одного Товарища Чтоб он Ну Мун наверное Возьмет И того Человека Да Обходим Обходим Сюда можно Игорь Юткин Заходит Мутон 72 Бьем Хорош Отлично Сейчас Разлом Нархона Скорее всего Вот отсюда Разрыв Точнее 80 Давай Главное попасть Отлично Попали Крит И Сейчас Штурмовиком Еще Трешечку Докинем До него Еще Титан Кстати Есть Который С Этим Бах Хорош Я Правда Спалили Ничего Зря Не Укрытие Здесь Протокол Нападение Мучаю Мутона Он Бронированный Как бы Да Это Зря Сейчас Титаном Сделал Я могу Сейчас Получить Даже Несмотря На штраф Могу Получить Ох У меня Четыре Хода На все Про все Чтобы Мутона Убить Випа Взять Ну Можем В принципе Его убить Есть Там Какие-то Сложности Но Скорее Всего Надо Будет Его Дотащить Да Вот Это Фейл Мой Вот Это Такая Ошибка Зачем Вот Титаном Подошел Не в Ковер Так Одна Группа Сейчас Должна Браток Будет Снимать Так Это Сто Процент Брони Нет Ковера Нет Будущего Тоже У него Нет Подходим К этому Товарищу Мочим Его Бах И Наверное Имеет Смысл Сейчас Еще Через Эту Зону Пройти Потому Что Все Равно Я Один Ход Теряю То Отступаю 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 Добиваю Специалиста Увожу Титан Пожалуй Отступает И лечит себя Тут Лучше Наверное Добить Слушайте А Тут Хрень Какая Это У него А Дальность Оружия Да Ну пусть Мудность Пистолет Попробует 57 Хорошо Так Перезаряжаемся Здесь Тоже Перезарядимся Следующий Ход Мы Пулем Титан Хил На себя Там Потом Хэвик Берет Бежит И мы Подкрепу Здесь Должны Срубать 5 Видите Косикнул Вот с Титаном Опа План Меняется У них Подкрепы Уже Подходят Так Три Хода Осталось Да я Не успеваю В один Ход Переноска Юнита Беру Мне Нужно Тех Товарищей Принимать Хотя Нет Я успеваю Ну Учитывая То Что Ходы Есть Я Лучше Я Лучше Их Приму А не Приму То В то Убегу Просто Прилетает Просты Ну офицер Там Милишник Триус Да И обычный солдат Хорошо Может Еще Успеем Вышку Взять Тогда Уж Не 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 Ту 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 Такие Пироги С котятами О Я Не Добегаю По Эвакуациям Ну Тогда Светошум Это Халявное Действие Просто Я Поближе Приду Не Добегаю С этим Светошум опасно Граната Пошла Светошумовая Милишник Работать Уже Не Будет Хорошо Там же Фланг У Мне Есть У Одного Во Давай К Нифига Себе Они Плотные Да Дичь Ну Надо Стрелять А Че Еще Делать Так Чувака Свипом Свипом Вообще Не Это Самое Не Трогаем Брат Кап Аккуратненько Подставляем Фланга Не Будет Все Равно Давай Давай Тогда Рокки Тоже Штурм Там С фланга Обойдет Одного Хотя бы Может Увьем Так Остается Милишник Плюс Обычный Оба Дезинвентированы Этот Не Работает Этот Не Работает Поехали О Фомби Привет Привет Бобры Пишет Фомби Флангуют Наших Овервотч Окей Два Овервотча Это Сложнее А у меня Удар Из тени Вместо Овервотча Ну что У меня Сейчас Дежавю Потому что Знаете Что Потому что Мун Кажись Сейчас Побежит Потому что Кроме Него Никто Этого Сделать Нормально Не Может Мун Побежал Первый Мимо Пять Не Паникуем Пацаны Фух Сейчас Попробуем Кого Ни Забрать Еще Там Есть Разлом Так Тут Улетаем Точно Улетаем Точно Улетаем Точно Разрыв Ну давай Вот так Хотя Если Поэтому То Сколько ХП Нет Там Еще Бронь Вот так Вот Точно Убьем Добро Слон Красавчик Надо Будет Ему Передать И Левел Ап Еще Вообще Хорош Слон Улетает Есть Гренка Ага Сейчас Эвакуацию Еще Похеришь Все нормально Надо Мстить Хорош На Мувик Блин И Улетаем Так Неплохо Бендер Когда Уже Проиграешь Во что Нибудь Лампово Классическое Заскучились Про Батроговцам Детоубийцам Ни на что Ненумекаю Если Отличная Игра На Г Начинается На Отика Заканчивается Я Кстати После Г Не понял Как твой Намек Да Какая Готика Что Я не Играл У меня Не будет Позитивных Эмоций Сильных Таких Как Если Я В свое Время В нее В захлеб Играл Тут Вообще Игра Затягивает Я Не знаю Как Вас Но Я Прям Особенно Когда Ты За Ошибку Хоть И за Такую Грубую За То Что Поторопился Прошел Вперед Теряешь Своего Ключевого Бойца О Лазерный Прицел Пятерочка Чушь И Два Здоровья Чем Неполная Численность Да Есть Револьвер Через Два Дня Слон Левел Ап Повысить Бойца Что Там У него Всегда Overwatch Да У него Меткость 100 Каждый Успешный Выстрел В режиме Наблюдения Вероятно Что Будет Приведен Наполнительный Выстрел Можно Конечно Поэкспериментировать Да Давайте С его То Точностью Персональный Боевой Да Слон Хорош Слона Качаем Наконец Револьвер Придет Вернется Так Деньги Появились Но Что касается Денег Я бы Хотел В той же Самой Партизаночке Тем же Самым Например Специалистом Двум Абсолютное Спокойствие 10 меткостей И крит урона В Overwatch Как раз Под слона Или Например Комплексное оружие Что персональные Боевые модули Апнуть Или Держись Боец Тоже Очень важно Вообще Надежнее Держись Боец Я бы Михаила Не потерял Если бы Я был Держись Боец В любом Случа Сейчас Надо Посмотреть Что по Глобальной Карте Илери Сейчас Будет Исследован Сплавы Предлагает Расследовать На черном рынке Вроде Я был А вот Мощность Ситиля Один день Не доделали Ну там Единичка Как бы Сейчас Все равно КПС Эти максимальная У нас Емкость Не хватает Плюс Три А в прошлый раз Единичку Дали А Мощность Это Не емкость Контактов Это мощность По электроэнергии Понятно Давайте Сплавы Тогда Вообще Лучше Не подключать Сейчас Новые Регионы Потому что Разведданные Икс Два Элери Вот Это Интереснее Силовая Броня Плазменная Винтовка Короче Броню 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 Прям прямо Вскрытие Щитоносца Сразу Давай сразу Щитоносца Что там у него? Экспериментальная броня А это Жилетик такой Да Хотя нет Это в Зоне испытаний Проект Так Я хочу Я хочу Силовую броню И я ее хочу Еще ботстануть Разведданными Все равно Их тратить Сейчас Не могу Вот Экспериментальная броня Там правда Улучшенная Зрещатка Два дня Сейчас Пойдем Попробуем Бустануть Энергоброню А Слушайте Еще туретки Можно сделать Взять Построить защиту базы А то же я сдохну Просто на защите Черт Реально Деньги сейчас Лучше на это потратить Лазерный прицел Только Да Ну Двадцатку Всего Купить хочу Ускорение Вскрытие Вайпера Ох Пятнашечка Прицел Топовый Возьму Снайперу И Я хотел Перестраховаться Защиту дополнительную На базе построить Потому что это А Я не могу защиту сделать У меня же Некуда ее ставить Капец Просто ее Некуда ставить А если У меня Емкость по электроэнергии С запасом Может быть я тогда С реле питания Сниму Плюс 5 он дает Я могу Грэвидонуть Реле питания Нижнее Ой Леревый проводник Можно взять Плюс 6 даст Почему я не могу Видимо он уже В лучшем Да Видимо Это на крит Прицел же Это вроде Не на крит Прицел же Что говоришь Сколько времени Ну через Полчасика 40 минут Заканчивается Месяц Ресурсы Снайпер Переобучится Зона испытаний Ок Евгения Пси Там Ну Я не знаю Что делать На самом деле Пока что С деньгами Защиты Поставить Не могу То есть Надо в партизанке Что-то пилить Далеко не буду Уходить Возможно В штабе Когда месяц Закончится Мы кого-нибудь Приобретем Доктор Доктор Уничтожить Ском Совершили Прорыв Или Разведданные Тут уже Очень жалко Разведданные Тратить Я лучше На него пойду Чем на аватар Материалы Игнорим Дорого Звучено Слишком дорого Я все Потрачу Я на черный рынок Возможно Там какой-то Другой Ну там Точно Другой Спрос Попробуем Попродавать Потом За материалами Сплавы Турели Адвента Зажигательная Граната Одну Шточку Продам А сплавы Мне нужны Пригодятся Очень сильно Да Это Крит Все-таки Прицел На крит Но Топовый Итак Ресурсы Собираем Револьвер Переучился Правильно Нет Один день Есть Револьвера Переучили Ну все Ревуч И мы Его чисто Под винтовку Ну Под винтовку Метки Глаз Смерть С небес Зона Поражения Веерный Прицел Ему бы еще Армор дать Штурмовский Чтобы Я смог Я смог Я смог С крюком Сразу Правильно На позицию Прыгать Ему Это важнее По Улучшению Оружие Меткость Шанс Мгновенного Тут только Доп Действие Или Перезарядка Ну Перезарядку Кстати Можно сделать Учитывая Не Ему Дополнительные Патроны Нужны На самом деле Ему Нужны Плюс Три Патрона С его Набилками Но Быстрая Перезарядка На некоторое Время Поможет Ускорение Исследований Проверить Рекомендуют Кстати Хорошая Идея Там Они Что же Обновились Да Слетаем Силовая Броня Просто Ну Это же Совсем Другой Уровень Нет Ультраскорость О Улучшенный Лазерный Прицел Ну это Крит Улучшенное Авторизаряжение Это Какой Это Второй Или Третий Да Ну это Второй Видимо По количеству Слов А вот Настройка Спуска Улучшенная Это Вот Третий Тип Ультраскорость Что-то Хочу Я купить А Есть же Силовая Броня На 220 Хотят Улучшенная Настройка Спуска Улучшенные Улучшенные Два Автозаряжения Улучшенный Тоттоп Три Верум А или все Улучшенное Тоттоп Три То есть И это И это И это Все Так У штурма Кевлар Одет Да Похоже Я Поторопился С армором Штурмовика Ой Ой У меня же Титан Ранен В центре Военных Технологий Все конечно Ок Но Бойцы 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 Вы что Я хотел Снайперу Револьверу Улучшение Вместо Перезарядки Шанс Дополнительного Действия 15 Но Спуск Это Это Не туда Быстрая Перезарядка Плюс 3 Ему Нужна Обойма Я не то Взял Кажется Не то Я взял Это Не то Хотя Убийство Снайперу С таким С такой Темой А Это Не убийство Господи Это Доп Действие Что я несу Кому Нужно Доп Действие Специалисту Слону По-хорошему Если Там Можно Конечно Поставить Да 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 Он Очень часто Стреляет Или Например Хэвику Хэвику Который Ставит Метку С него Мы Начинаем Очень часто Ну давайте Тогда Возьмем Реально Братку А У него Уже Десятка Тут Есть Ну что Тогда Слону Тогда Слону Вот так Вот Топич Револьверу Все Таки Ничего Делать Не будем А что Там Мы Брали Доп Действие 15 Крит 15 Кажется Еще Да Крит 15 Типа Нужно Взять Штурмовику Очень Пустой Да Крит 15 Раз Доп Действия 2 Быструю Перезарядку Нет Я не хочу Револьверу Быструю Перезарядку Давать Потому что Ему На Угол Нужно Там Другой Ап Они Конфликтуют Бойцы Бойцы Один Раз Два Три Четыре Пять Шесть Будет У нас Уже Народ Исследования 32 Дня Зоне Испытаний Взрывчатка И Экспериментальная Броня Очень важная Ну и здесь Мы продолжаем Продолжаем Ресурсы Собирать Когда Когда появится Бабло В школе Офицеров В партизанской Школе Мы Что-нибудь Приобретем Перед следующей Миссией Видите Денежка Уже О Улучшенная Взрывчатка Разработка Завершена ЕМП Бомба Дымовая Бомба Ну все Короче Повышены Хотя нет Только Две Повысились Я Ими Не пользуюсь Просто Так Новые Цели Аватара Этот Регион Он захватывает Но у меня 320 Разведданных Не Вообще Вот этот Нужен захватывать 160 Должно быть Да И через пару Недель Должен закончиться Негативный Эффект И Вот шифра Прицель Пришельцев Есть Так Сплавы будем Собирать Там Либо домой Лететь Может Бонус к лечению Либо Сплавы Собирать Евгения Появилась Псих Стасис Продолжаем Обучение Выбираем Темы Мой первый Псих Да Это как раз Вакантное место Хорошее Очень полезное Может даже Двоих Стасис Огонь души Хотя Доминирование Но огонь души Нет Доминирование Конечно же Можем еще Улучшить Кстати Да Кристаллов Иллирия Конечно Мощности Не хватает Ничего не хватает Бешеных денег Стоит Еще Есть Сплавы Броня Через 4 дня И Проект Аватар Ну там Запас Есть Я домой И наверное Врублю Лечение Сейчас А можно взять Ученого Учитывая Количество Бабла Да Давай Медпомощь Активируем Бонус И сканем Все Вернулись Три человека Шикарно Давайте Ищем мне Эксперименталочку Еее Стасис Жилет Слученный Жилет Из данного Волокна Два Единицы Встроенный Автоинъектор Применяет При ранении Я такого Не помню Стасис Жилет Видимо Ну там Был огненный А Стасис Стасис Какая-то Дичь Я думал Что это Другого Типа Броня В общем Или она Там Рандомная Так же Как и Все остальные В зоне Испытания Что получится То и Получится Да Черепной Бур я Делать буду Хватит Слишком дорого Фух У меня же все Вылечены Уже получается Да То есть Мне необязательно Бонус К лечению Пилить Да Ох Хорошо Так как Тогда мы Сейчас покупаем Бонус Сканирования Разведданным Потому что Ну стоит Копье 25 А я Нет Уже А вот И новые цели Экстремально Сложно Численность Врага Не так Важна Инженер Не так Нужен Материалы Аватар Сразу Стартует И неизвестные События За разведданные Я думаю Надо Разведданные Гасить Потому что Аватар Даже если Плюс 2 Мы за счет Разведданных Подключим Хотя тут 228 Неспроста Экстремально Сложно Это просто Сложно Хочу Порандомить Короче Пусть Будет Будет 228 Оставляем События Рандомные Не знаю Может это Штурм Еще Тарелки И это Последняя Миссия На сегодня Уважаемые Хорошо К ней Подготовимся Убираем Хотя Нет Подождите Пока Кто У нас Есть Брюс Скорее Всего Убираем Ставим Сюда Револьвера Револьвер Уже Здесь Нет Брюс Тогда Не Убираем То есть Все Здесь Слон Два Специалиста Штурмовик На разведке Револьвер Со своим Гауссом Радост Зачем То ему Граната Надо Дать Что Ни Полезное Типа Синевые Краны Или Или Не Синекран Пофиг Два Специалиста Есть Давайте Огненный Патрон У Штурмовика Реально Защита Какая Вообще Ни О чем Граню Хищника Ему Даем Теперь Он Может Еще Слот Один Взять Можно Взять Патронов Кстати На крит Нет Это Не Очень Я Ему Стелс Жилет Дам Здоровье Восстанавливает Очки здоровья Заход Два Ой Он Восемь Лечит Он Восемь Здоровье Лечит Жилет А я Думал Просто Восстанавливает Двоечку И Все А тут Он Восемь Хитов Вылечивает У него Это Жи Вообще Шикардос Партизанской Школе Надо Не Забыть Сделать Ап Им Кузнецов Кислотка Это Это Да Это Возможно Вместо Гренки Поставить Ему Учитывая Короче Патроны Ставим Револьвер Да Слон Да Светошум Ты Может Этому Тоже Светошум Светошум Всего Один А Светошума Нет Потому что Я Не снял Снимаем Все предметы Снимаем Все броню Я вижу Что Брюс У нас Без Нет Он Секза Все Нормально Илюху Еще Не взял Илюха Это Нужен Один Илья Саппортом У слона Точность И Вот ему Как раз Патроны Вместо Можно даже Вместо Светошумовой Дать А У него Патрон На точности Есть Окей Сейчас Я Апну Специалистов Скорее всего По По Точности На овервочах И криту Добавлю И попробую Еще Баф На Стойкость Крит Не получится Не получится Не получится А может Все таки На два Хватит Не хватит На два Держись Боец Возьму Чтобы В случае ЧП Было Было Побольше Вероятности Человека Не потерять Все таки 228 Да Аватар Поехали Ну все Все раскидано Есть Один Светошум Один Илья Хорошие Специализированные Самые разные Патроны Невидимость Снайпер Более менее Такой толковый Уже Должен сейчас Начать Еще больше ДПСить Поехали У штурмовика 8 хитов Ригет Просто круто Она не только 2 армора Дает Но еще и И лечит По 2 заход Такую штуку Вообще Хэвику Бронированному Давать С каким-нибудь Уклонением И все Поехали Гранаты Ну Гранаты Одна Светошумовая Илюха У хэвиков Кислотка Есть Не ту миссию Выбрал Нет Нет Почему Я хотел 228 Так 8 ходов Скорее всего Будет И уничтожить Эту штуку Надо Ищем позицию Для револьвера Скорее всего На каком-то Из этих зданий Просто Надо его Ставить Сразу же Как-то так Да Граппл Уже сразу Видит Ага Совсем Сейчас Другой Снайпер Будет По скиллам Просто Совсем Другой 8 человек Я думаю Надо Подходить Прям Далеко Придалеко Но Сдвигаться Вправо Да Вот так Хорошо Будет Должно Быть Хорошо Угол Пока Я ставить Не буду На первый Топак Зачем Его Тратить Правильно Вправо Уф ой титан не подвел косяк так они уходят титан не подвел тоже специалист так слева еще один мэг судя по звукам штурмовик подходит обходит к сожалению там еще вышку можно сломать а где он да он близко совсем то есть там домик и я его даже с этой позиции снайпером по по времени по срокам сильной проблемы пока нет ну и не намечается на самом деле учитывая то как карта легла стандарт был довести и револьвера тоже чтобы на всякий случай фланга не было что назад вернуться да отлично сейчас они мэка скорее все стандартно то есть кинем туда сюда какой-нибудь какую-нибудь гренку точно действовать надо это понятное дело больше я врагов пока не вижу хотя вот здесь а здесь вышка просто кислотный до кислотную пожилой так сделаем оставлю его слона остальные все у нас переходят клево в режим хотя может сделать угол нет работаем ой понеслась минус 3 армора кислотный ожог но мека надо будет специалистом вырубать на самом деле блокировать что мы тут с такое количество хитов вряд ли снесем хотя разлом если будет то можно и справиться овервотч мекс кстати я не уверен что кто-то среагирует на его овервотч минус один минус два ну так чё делать протокол блокировки пытаться но уже риск надо было ему или и давать но этот мэг то продвинутый у меня квадрики второго левого 68 но надо пытаться блин ой я попал короче все я попал ребята я попал просто попал я не выкинул 68 у него повышенная ой щас там такое ау я полетит скорее всего блин прошу тебя постреляй не ау я не надо вы ау я пойдет сейчас на троих на 4 так 333 нормально нормально да иди ты к черту android метки глаз револьвера качаем звание последнее нужно готово ну по три хита тем более да норм все можно попробовать вышку сломать почему я штурмовиком на разведку не пошел даже не пойму никак себя мне нужно по сути вот сюда прибежать посмотреть что слева потому что там и шум был и мне туда нужно вот пожалуйста так вижу архон это сап справа мутон еще затерялся смотрите вон то есть в здании находится как минимум два пака и к сожалению я должен туда снайпера ставить не 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 нет стоп ты уверен что тебя не увидят тебя вы увидели вас так как этого но на втором этаже до него на первом этаже то есть нужно как-то снимать вот эту вот часть до снайпера заводить влево хэвиками сносить все что можно вот отсюда хэвика не увидят никак я подвожу там не хэвика красавчик чё в этом есть логика конечно же так здесь я хэвиком добегу до опасно я так и не разобралась как она работает поэтому опасно титаном пожалуй сильнусь пока что конечно овервотч вы видели вообще что произошло револьвер подсказать подскользнулся на крыше там правда сгорело все под этим упал на первый этаж минус 2 хита здрасте класс сейчас надо угол ставить ему я полагаю и пулить паки вот так вот закрывать все нафиг штурмовиком подходить ближе чтобы чтобы разведать посмотреть что дает бонус по взлому там здание горел уже это понятно что что произошло в конечном еще и таги но как бы он так и споткнулся упал на спину еще до фиговый баф не будем так что я хочу я хочу увидеть где враги а тут вышки мешает хотя я вот так вот их увижу не могу спалиться уж так тогда так не спалишь скорее всего увидел хорошо еще едем начинаем квн работаем зачем я братком это сделал у него метка голографическая как бы а там еще два мутона а нет я вижу одного ну а мутоны по одному не ходит о револьвер же начинает сейчас еще выстрела делать 1 9 отлично огонь способности нет у него до вас по-другому по милишников хорош понеслась о штурмовик может помочь второй пак еще не использовался вот это вообще замечательно хочу разрыв сделать потому что он клёвый крит не сработал так там пять хитов то есть я не смогу замочить а штурмовик же отходил еще свое тогда светошум конечно же да ну нафиг зачем светошум как раз протокол нападения давай а слушай протокол нападения же здесь же с бонусом а мне их два поэтому давай на одного так другого попробуем а другого так вообще класс молодцы специалист 3 хода остается я в принципе близко уже да и стеночку сниму револьвер постреляет олут хорошо эсэп эсэп ой может вышку все-таки сломать чтобы не спалиться там а что мы можем в принципе разрушить здесь да все мы тут рушим просто просто берем и рушим все и снайпер спокойно видит все поехали там правда мирный насколько я вижу но это такие мирный которые которых спасать не надо о о о о о там это мандромидон так а револьвер то не видит никто вообще не видит а у меня блин три хода мне подходить нужно я не могу из-за вышки подойти я могу правда подойти маскировку учить нет 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 скан можно сделать ты можешь спалить сейчас ну тебе в любом случае ста шуму нужно кидать и как-то отсюда действовать да давай или стрелять поэтому то есть там тихо да ну точно спалился нет а как так я могу уже по нему стрелять не понял вопрос если я буду по ним стрелять то как бы они спулится или не спулится не очень интересно так давайте следующий ход все таки это сделаем тут вроде как лут можно взять на этом ходу давай вот так блин а ну ты же не видишь ничего на смысле они не видят ты видишь молодец берем продвинутая концентрации настройка спуском чушь отлично овервотч 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 так но я заряжаюсь туда сейчас кислотки правда нет то очень плохо а может не заряжаю и надо зарядить вам надо зарядить револьвер тощи не алё одного только видит у него угол еще не откатился на сколько я вижу два хода может рокетом рокета range побольше вот он урокит мои мечты и поехали нет не так вот так вот а чё передатчик там жив это жесткий тип так мутоны без брони все одного мутона флангуем второму тону флангуем я думаю надо выходить то есть в атаку выходить уже только вопрос кого стрелять снайпер отличный выбор по кому стрелять где скорее всего подходить мочить еще андромедоном тут либо светошум скорее всего протокол защиты плюс светошум тут илюха пойдет с протоколом защиты то есть сначала мы может передатчик сначала нет передатчик ты должен гренка еще вот убить только вопрос откуда ты будешь стрелять этой гренкой тут мутоны в общем-то обходят и хорошо бы его было бы прибить этого правого мутона да я буду сначала левого в любом случае мутона убивать это раз потому что по нему светошум не подпадет не как далее учитывая скорее всего метким глазом вот этому мутон убиваем сколько там 79 у него сколько 7 100 процентов хорошо работаем револьвер убивает правому тону хорошо остается андромедон квест и дальний мутон по андромедону мы должны заряжать заряжать гренкой по павлу кузнецову ориентировочно делаем протокол помощи где только 3 мутон непонятно ай или их было двое всего их было двое было двое передатчик почти уже гуф здесь пофиг пистолетный overwatch тут скорее всего светошум протокол помощи на братка потому что он за полу укрытием стоит здесь протокол помощи только вот на кого не знаю у кого полу кавры всех кавры фуловые кого обойти могут никого не могут обойти зачем тогда протокол да незачем кидаем светошум и overwatch с боком с богом с боком это конечно плотная сволочь но дезориентация кавры а там где не full кавры плюс 30 еще защита давай ой справа пак 2 мутоны о пак справа был архон и 2 мутона на крыше мелькнули все что ли все окей почему такая точность хреновая не пойму давай сопрессиво метку главное поставить зря он плотный не торопись там уже осталось то ходов код наплакал но есть илья конечно есть возможность отсюда зайти к нему штурмовичком там покоцать 83 отлично да ваншотнет он если попадет только сейчас вторая же фаза еще наступит а под вторую фазу я хотел вообще разрыв я сделаю разрыв нет не сделаю разрыв но я могу его заблокировать это же теперь не био а механика осталось только скафандр от него поэтому пробуем блочить его и кажется он там вообще без резистов до 77 хорошо постреливаем а беззащитному андромедону ну чё побежит а ну как побежит он же два хода отдыхает у у него был реально full cover вот сейчас другое совсем другая вероятность а full cover багнутый опять же но когда он форму выходит на него также как на зомбаре и на безликих уже укрытия не распространяются то есть либо ты видишь либо ты не видишь добро но это еще не все есть тут парочка ищем пупырей так а если я взломаю там усиливается просто противники до смысла в этом нет потому что не сами спустятся маскировочка пошло и так перезарядка перезарядка забираемся наверх что долго наверх забираться будем а вон и так может тогда до угол от снайпера пошел надо как-то докинуть просто до них что-нибудь такое пусть падают по крайней мере мутон упадет во где-то вот так правда без кавра вообще стою как-то подвел хэвика не ясно а там их трое 2 мутона падает сразу же ломаете все что только можно надеюсь что снайпер увидит хотя бы кого-то поехал револьвер видит да 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 сейчас три выстрела должны быть от него первый поджог но еще может превочь давай давай 2 хорош можно 3 еще не а 3 не хочет чем мутон минус у архона уже как бы все не очень хорошо мутон тут гарантированно гуфается павел кузнецов естественно метит архонта хоть как-то чтобы до разрыв на него но это и читерская штука на самом деле разрыв это хэйковская способность топовая а у хэйков точности не очень хороший поэтому разрыв там как бы ну видимо там повыше вероятность а по факту получилось так что разрыв у человека у которого сто процентов точности то есть он гарантированно попадает к риту это еще дебаф вешает на человека вроде все да да сегодня такой прогресс у нас был дикий с одной стороны потеряли михаила кстати надо заглянуть сейчас мемориал написать ему какую-нибудь эпитафию хорошую и вспомнить добрым словом среди хихи довольные лица титан такой и браток там слева довольны штурманули сегодня два объекта адвента опять были за несколько дней до легкая 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 отлично но это всех вот на троечку спуск 228 материалов и проект аватар а сколько нам ждать пацанов 1235 ей отлично до следующей миссии должны успеть ну что мемориал боевые потери смотрите какой красавчик был 47 убийств 16 заданий то есть в среднем на задание убивал троих то есть он брал на себя где-то одну четверть из киллов капитан михаил майкер мерчук убит 26 августа 35 года провел 180 дней на мстителе 84 из них в лазарете нанес полторы тысячи урона пережил 11 17 атак мы будем помнить твои с богом пол тысячи я говорил сказал полторы наверно тысячи ну все на этом трансляция закончена если пропустили запись сейчас поставлю заливаться ближе к вечеру завтрашнем она появится разделе видео и на канале ютубовском спасибо что смотрели хорошего вечера спокойной ночи и продуктивной недели пока